Друзья, всем привет! Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Веренов. Сегодня у нас большой день. Снимаем обзор на наш 11-й проект точного редевелопмента. Это самый наш большой проект, крупный, 1852 квадратных метра. Это просто результат бескомпромиссной реконструкции. Покажу вам сегодня множество нюансов, деталей. Получился, наверное, самый длинный выпуск, потому что сценарий у меня просто бесконечный. Будем снимать весь день. Это еще и умный дом с полной автоматизацией. Первый раз такое делаем. Обязательно расскажу, почему мы этот объект вывели в полностью готовом виде. У проекта, кстати, уже даже есть свое название. Называется Alt-Air. На свитшоте это видно. Мы перешли в Deluxe-сегмент. Очень дорогие дома. Дома стоимостью миллиард плюс. Поэтому решили каждому дому делать свой бренд, свое название. Адрес, кстати, тоже счастливый. Монетный переулок, дом 5. Дом, полностью заряженный на успех. Я думаю, что вас ждет просто суперинтересный выпуск. Ну что, готовы? Поехали! Наш флагман лучший объект из тех, что мы пока что завершили. 1852 квадратных метров. Эта кухня запомнится однозначно. В доме вообще два камина, лучший кабинет. Так, ну что, начинаем наши спа-процедуры. Краткие характеристики проекта. Элегантная резиденция в стиле современной американской классики. Площадь дома 1852 квадратных метра. Площадь участка 45 сот. Дом расположен в 10 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе в коттеджном поселке Никольская Слобода. В доме 4 уровня, 5 спален, 12 санузлов. Уютная гостиная, объединенная кухня-столовая, спа-комплекс с джакузи, сауна с панорамными окнами и хамамом, бассейн со светящимся потолком, техническая кухня, кабинет-библиотека, домашний кинотеатр, винное хранилище, комната охраны, оружейная комната, двухкомнатная квартира для персонала, мансарда 198 квадратных метров, свободной планировки, где можно разместить творческую мастерскую и детскую игровую с театральной сценой. Особенности планировки. В мастер-спальне две ванных комнаты и две гардеробных. В доме два бассейна, уличный и в спа-комплексе, котельная вне контура дома, мойка для собак, гараж для автомобилей на 3-4 машины места и отдельный отсек для малой техники. Фишки два камина в гостиной и кабинете, билипровод, приточно-вытяжная вентиляция и центральное кондиционирование, бесключевой доступ, полная система автоматизации «Умный дом», тщательно продуманная логистика для персонала. Так, друзья, попадаем через откатные ворота на участок. Очень широкий въезд, могут разъехаться даже два автомобиля. Например, муж заезжает, жена выезжает, друг друга не заденут. Вообще дом здесь посажен нетрадиционным образом. Обычно его сажают фасадом к дороге, и у него остается такой бэк-ярд. Здесь же дом посажен к правой стороне участка, и у него образуется участок по левую руку. Но благодаря тому, что именно главный вход отодвинут, здесь образовалась вот такая прекрасная площадка. Она удобна и с точки зрения парковки гостевых машин, и с точки зрения, например, если у семьи водитель, и вот он легко подъезжает к главному входу, крыльцо под навесом, и хозяин дома спокойно входит в дом, минуя осадки. Вот эта площадка вся полностью подогреваемая, с системой антиобледенения. Мне кажется, это стандарт, который должен присутствовать в любом доме класса «Делюкс» обязательно. Здесь 600 квадратных метров систем антиобледенения. То есть, по сути, это от газового котла. Идет отдельный контур, змейка, и, соответственно, проложена. Система работает, включается на зимний режим. У него есть датчик осадков. Есть еще отдельная метеостанция, она измеряет температуру воздуха. Соответственно, по двум этим событиям, что низкая температура и есть осадки, включается система подогрева. Как только датчик стал сухим, здесь все высохло, все испарилось, система отключается. Очевидно, что у нее есть определенная инерция, ее хватает на то, что вдруг начнется резко идти снег. Систему уже опробовали зимой, все работает отлично, просто сплошная площадка. Хороший бонус для обслуживающего персонала, потому что не придется чистить снег. С этой стороны у нас небольшой декоративный закуточек. Он отделан доломитом, сделан полукругом. Здесь, смотрите, небольшие такие плашки, все это подогнано, отполировано. Издалека вообще кажется, что это некая такая монолитная конструкция. Собственно, вот такие закругления можно делать только исключительно из натурального камня. Никакой керамогранит, к сожалению, в этом не поможет. Ну а здесь мраморная галька, ну и место для какой-нибудь композиции или для малой архитектурной формы. Но собственник будущий уже сам выберет, что сюда поставить и что его будет встречать на въезде. Здесь изначально предполагалось всего одно машиноместо. Вот эта вот вся зона была просто под навесом. Мы, как только это увидели, посмотрели планировки, у нас вот это решение с гаражом родилось моментально. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Здесь двое гаражных ворот компании Херман. Две секции. Одна секция шириной 4 метра, вторая секция большая на две машины длиной 5,4 метра. Они открываются с пульта. Также они заведены на систему автоматизации «Умный дом». Соответственно, можно заранее запрограммировать сценарий. Например, «Сири» или «Алиса, открой ворота». Она одновременно еще на заезде открывает ворота въездные, плюс сразу гаражные ворота. Заезжаешь, опять же «Сири, закрой ворота» и все закрылось. Не нужно даже никуда ничего нажимать. Так, ну давайте сейчас, пока мы его будем открывать с пультика. Так. Так, друзья, заходим сюда. Гараж получился очень просторный, необычный. При этом он естественно отапливаемый за счет теплого пола. Здесь, в отличие от системы антиобледенения, уже другой контур отдельный, который именно работает на отопление по температуре. Дополнительно еще установлены там вот в той части радиатор. И вот здесь тоже радиаторы стоят для дополнительного отопления. В целом, конечно же, здесь не такой температурный режим, как в доме, но там 15-17 градусов здесь зимой будет поддерживаться. Комфортная температура для машины абсолютно точная. Ну и для хозяина тоже, чтобы до нее дойти и выехать отсюда. Заднюю сторону не стали делать сплошной. Сделали тоже в виде вот такого панорамного остекления. С этой стороны у нас растут туи, которые еще были высажены много-много лет назад. За два года они еще больше разрослись, пока мы реконструкцию сделали. Вот я отсюда даже не вижу их верхушек. Гараж подойдет для автофилов, тех ребят, которые любят машины, потому что здесь можно поставить несколько машин, ими можно любоваться снаружи. Здесь светло, и машины смотрятся буквально как в автосалоне. Что касается разуклонки, то здесь вот самая высокая точка, как раз по месту, куда приходят ворота. Соответственно, вся влага, все, что там тает, дождь и так далее, все это уходит вниз по склону. В самом гараже уклон в обратную сторону. Соответственно, если вы приехали полностью в снегу, все это спокойно тает и уходит в ливневую канализацию. Мыть машину здесь вообще в гаражах частных не рекомендуется. Более того, это запрещено. Тем не менее, какая-то излишняя влага отсюда спокойно уйдет. На полу у нас здесь гранитная брусчатка из лабрадорита. И, естественно, она же продолжается еще и на участке. Все дорожки из нее выполнены, да, и вот эта площадка. То есть связь экстерьера и интерьера, она может быть не только по стенам, да, когда один и тот же материал у нас и внутри, и снаружи, но также и по горизонтальной поверхности, например, как здесь, по полу и дорожкам площадки на участке. Гараж очень вместительный. Он 110 квадратных метров. Состоит из двух блоков. 85 квадратных метров эта часть. И вот тот отдельный еще закуток 25 квадратных метров. Здесь, в целом, он рассчитан для очень комфортного хранения трех автомобилей. Спокойно каждый независимо выезжает. Но в целом мы пробовали, и здесь легко может разместиться четыре автомобиля, если, например, эту машину максимально прижать к стене. Вторую придется немножко порулить туда-сюда, прижать к ней, и сюда еще две машины. То есть спокойно четыре машины сюда, а, например, какой-нибудь коллекционный или летний автомобиль ставится сюда. Также вот это пространство можно использовать для малой габаритной техники. Какие-нибудь снегоходы, квадроциклы, велосипеды. Вот, пожалуйста, все здесь. Вот, выведено электричество, там можно что-то заряжать. Там же есть еще вывод воды канализации. То есть можно сделать раковину непосредственно в гараже, что-то помыть. Помещение полностью отапливается. Есть вытяжка, приток воздуха. И, кстати, вот посмотрите, обратите внимание, вытяжка на уровне пола. Это обязательно по нормам, но часто, к сожалению, нормы не соблюдаются. Мы здесь решили сделать так, чтобы все было прям вот идеально. Можно здесь заведенную машину держать, все это спокойно проветрится. Датчика CO2 здесь нет, да он, собственно, и не нужен. Здесь идет постоянная как бы подача воздуха. Эта вся часть отделана керамогранитом, и на полу, и на стенах устроены лючки доступа. Здесь электрический щиток, здесь гребенки отопления. Ну, сделаны вот такие вот светильники. Здесь две штуки, и по общей части пять таких светильников. Уже установили зарядку для автомобиля фирмы Orbis. Сейчас это все равно набирает обороты. Мы понимаем, что мало того, что надо заложить необходимую электрическую мощность, плюс кабель. Мы здесь пошли дальше и купили еще саму зарядку. То есть человек, который сюда въедет, может сразу заряжать уже свой автомобиль. Не стали покупать непосредственно провод для зарядки, потому что их три типа. Мы не знаем, какой собственник с какой машины там приедет. Но вот сюда как бы он вставляется, и, соответственно, любой уже провод можно подключить. Самое интересное, что я тоже сейчас начал этим. В Норвегию ездили, там брали электромобиль. Емкость аккумуляторов была 81 киловатт-часов. Вот здесь вот самая максимальная мощность зарядки 22 киловатта. Соответственно, такой автомобиль может зарядиться за 4 часа. Но в целом большую часть автомобилей в частных домах заряжают именно ночью по ночному тарифу. Вот так получается дешевле. Может, не надо об этом говорить? Потому что мне кажется, не думают. Пусть думают. Дешевле, хорошо заряжать по ночному тарифу. Блин, слушай, ну 80 киловатт, это же дофига. Когда покупаешь такой дом, вообще как бы… Это приятный бонус, Тём, ты что? Конечно. На самом деле, богатые люди, вот ты зря вот так смеешься, они считают все деньги. Они почему такие богатые? Потому что все считают, все эффективно должно быть. Поэтому обязательно все как бы надо учесть. Автоматизация в этом, кстати, очень сильно помогает. То есть можно как раз зарядку также запустить в момент, когда уже ночной тариф начался. Так, но если вдруг получится так, что здесь заряжать неудобно, у нас что есть? У нас есть второе место. Пожалуйста, сюда саму зарядку вешать не стали. Но провод необходимого сечения, там, три фазы, сюда вывели. Поэтому если вдруг у вас машина такая, что вы сюда вот передом заезжаете, у вас вот здесь вот вставляется этот шнур, то, пожалуйста, сюда вешайте вторую зарядку. Плюс сейчас часто машины уже продаются со своими зарядными устройствами. Они, может быть, менее мощные. Если оно вдруг есть, вот сюда можно его прикрепить. На дом выделенная мощность 50 кВт, поэтому два автомобиля можно даже одновременно будет заряжать. В гараже установлена камера видеонаблюдения. Вообще здесь по проводке сделано 24 вывода на камеры видеонаблюдения. Мы семь из них уже установили. Сейчас я вам скажу, они есть у нас в гараже, в гостиной, в бассейне, в кабинете. Две на въезде и одна в холле. Друзья, а сейчас время для небольшого лирического отступления. Друзья, вы, наверное, уже задались вопросом, что это за машина, на которую я сегодня приехал. Это наш семейный раритет. И это как раз тот момент, когда мне хотелось бы эту историю рассказать. Потому что действительно у этой машины просто потрясающая история. Она у нас в семье с 1990 года. И в этом году я завершил ее реставрацию. То есть у нас две реставрации произошло, реконструкция дома. И этого автомобиля летом уже на ней поездил. А купили мы ее в Японии. Кто-то, кто за мной следит, знает, что мы с родителями жили в Японии с 1990 по 1993 года. Мне тогда было всего лишь 10 лет. Папа приехал туда в командировку. Мы жили в торговом представительстве. Ну и, конечно же, у нас перестройка, а там уже капитализм по полной программе. И, естественно, многие, кто ехал в командировку, в посольство, в торговое представительство, они покупали себе японские машины. Потому что у нас с машинами была беда. Но в основном какие покупали? Это, естественно, праворульные машины. Тойота, Ниссан, Хонды и так далее. Причем сразу брали по две машины, чтобы на одной ездить, а вторая под запчасти. Потому что в России уже такие запчасти не достать. Мы приехали в 1990 году в Японию, где-то в районе лета. И в декабре, прошло буквально полгода, появляется возможность приобрести вот этот замечательный Мерседес. Причем, обратите внимание, он с левым рулем. Что для Японии это просто как бы невозможно. В тот момент так получилось, что ни у кого не было возможности войти в эту сделку. А папа был буквально полгода. Только-только он начинал там работать, но небольшие скопления уже были. И вот эта машина принадлежала корейскому посольству. У нее были дипломатические номера. Причем даже, насколько я помню, именно корейские номера. И они ездили на корейских номерах по Японии. А то, что она дипломатическая, вот здесь вот видно для флажка, штучка. Я, собственно, хочу заказать себе флажок и ездить с флагом ВДТ. Стоила она на тот момент 1500 долларов. Она 1984 года выпуска. То есть ей было всего 6 лет. Небольшой относительно пробег. Плюс по хорошим японским дорогам. Ну и, естественно, транспортировали ее в Россию на пароме. Эта услуга стоила еще там порядка 500-600 долларов. То есть примерно в 2000 долларов. Это месячная зарплата на тот момент у папы была. Мы приобрели такой автомобиль. Она приехала в небольшой город Ильичевск под Одессу. Мама улетела ее встречать. Позвала там своих друзей. И они гнали ее полтора дня до Москвы. Забили полностью багажник всякими ништячками, типа, не знаю, сигареты, Мальборо, Кэмэл. Их часто останавливали, гаишники. В первую очередь из любопытства. Ну и хотели посмотреть, что это за автомобиль такой едет. Ну и, естественно, проверяли там документы. Им дарили по блоку сигарет, все оставались довольны. Короче, доехали с ветерком. Ну и, естественно, автомобиль оформили тогда же на маму. С тех пор он на ней оформлен. Правда, уже давно про него в ГИБДД забыли. Там, не знаю, налоговая не высылает налоги. Видимо, уже он перешел в разряд раритетных автомобилей. Практически мой ровесник, всего на два года младше меня. Ну и посмотрите, это прелесть и актив нашей семьи, это как раз старые номера. Вот, у него даже старый ПТС вот в таком виде, технический паспорт автомобиля. Соответственно, все это абсолютно легально, то есть можно ездить. Я даже смог, ну, оформить ОСАГО. Самая прелесть номеров, то, что, естественно, их не берет никакая камера. Они все настроены на новый формат номеров. Это не с точки зрения того, что там нарушать, но как бы приятно себя чувствовать, что тебя никто не может там отсканировать. При этом ты легально можешь ездить. Я хочу, чтобы это был мой такой летний автомобиль. Мы сейчас его полностью восстановили. Весь кузов, покраска, там двигатель. Ездит отлично, кондиционер есть. Единственное, ручная коробка передач, ну, как бы мне не привыкать. Вот, сохранили, кстати, внутри полностью салон. Здесь были проблемы с сиденьем. Оно как бы прорвалось, вот, все отсюда выпирало. Вот, но у меня мой бывший водитель, Бадрик, который занимался реставрацией два года этого автомобиля, нашел ровно такие же чехлы, да? А, ну, как бы это было важно, потому что здесь обшивка ровно из такой ткани, да? И что-то колхозить, там, какую-то другую ткань сюда подбирать, ну, был не вариант. Вот. И удалось найти ровно такую ткань, а обшили заново. Я решил ничего не переделать, вот, не делать, там, какие-то супер-навороты модерновые. Даже оставил кассетную магнитолу с радио. Вот, радио прекрасно работает. Есть еще какие-то моменты, которые можно доделать. Я думаю, что в этом году уже там полностью все завершим. Вот, я не могу, к сожалению, через камеру передать вот этот запах. Я не знаю, чем и как пропитывали обшивку этих автомобилей, но это вот у меня запах детствовал. Кстати, в 93-м году, когда мы вернулись уже из Японии и ехали на машине, к папе подошел один человек на светофоре, пока он стоял, и сказал, вот прямо здесь и сейчас 10 тысяч долларов тебе даю, продай мне машину. Он не продал, вот, хотя, ну, представляете, в 93-м году за эти деньги, может, квартиру было купить. И, конечно, для меня это огромная память, вот, папы не стало в 2006-м году, и до 21-го года она просто стояла там в гараже у мамы, ей никто не пользовался, вот, и я понял, что, ну, это моя миссия, да, ее восстановить и пользоваться. На самом деле, кайф абсолютный ездить на такой машине. Во-первых, ну, на тебя обращают все внимание. Хоть, ну, это не супер какая-то редкость, да, и не там, не супер какой-то там старый раритет, вот, но действительно, когда вот новенькая, помытая, блестит вся, все прям сразу обращают внимание, особенно на номера тоже, да, то есть не могут понять вообще откуда и что это такое. И я рад, на самом деле, что эта машина несет абсолютный позитив. Вот я ее показал Теме, вот, Тема загорелся, говорит, дай мне, пожалуйста, на свадьбу. Ну, и в результате он невесту свою, уже сейчас жену, вместе с родителями отвез в ЗАГС, и, соответственно, дальше в ресторан, вот, мы поделимся здесь фотографией. Тема, ну, кстати, поздравляем тебя, как тебе тачка? Тачка, спасибо, супер. Когда я услышал эту историю накануне свадьбы, да, и подумал, что во что бы то ни стало, эта тачка должна быть именно там, потому что нужно было сделать какой-то, знаешь, штрих, вот, такой вот, акцент. В общем, я тебя благодарю за то, что часть истории твоей семьи оставила хорошие эмоции, вот, для нашей семьи. Давайте все вместе поздравим Тему, Вику. У нас родилась новая ячейка общества, вот. Друзья, обязательно в этом моменте надо, там, лайки, там, комментарии, там, вот. Вот, мы передадим многие года счастья вам. Спасибо, спасибо. Друзья, ну, если ретро автомобили вам не по душе, то можно, пожалуйста, спорткар. Вот, в прошлом году мы, когда снимали, был готов фасад, мы взяли в аренду Астон Мартин. В ночном формате это тоже выглядит просто волшебно, когда внутри все залито светом, и снаружи ты можешь любоваться на свои машины и своей коллекции, вообще, просто кайф. Значит, в дом у нас два полноценных. Входа, вот, один основной, естественно, мы туда еще придем. Но я хочу обратить внимание вот на этот вход. Вот, у него нет как такового выделенного крыльца, да, но он вот здесь полностью под навесом. Это вход для собачников, например, да, вот ты вышел с собакой гулять, не хочешь ничего с собой брать. Здесь организован бесключевой доступ. Панель биометрическая, у нее есть камеры. Вот, она, как и вызывная панель работает, и также у нее есть распознавание лиц. Вот, но если, например, лицо не запрограммировано, то можно открыть при помощи карточки или при помощи пин-кода. А секрет в том, что с левой стороны установлена, как бы, большая мойка. Вот, можно помыть даже своего огромного питомца. Вот, ну или, например, там, после поездки на квадроциклах весь грязный пришел, вот через этот вход вошел, все это туда скинул и вошел уже в главную часть дома, нигде ничего не испачкал. Классное решение, мало где такое встречал. Мне тоже кажется, что это должно быть нормой для любого дома. И стоит сказать, что вот эта вся территория, она полностью хозяйская, потому что для обслуживающего персонала выстроена своя логистика, и у них даже есть своя отдельная калитка, и вся их деятельность происходит с задней стороны участка. Здесь у нас находится неосвоенная часть участка, пока просто закатана газоном. Она отделена от проезжей части линии из низких таких столбиков с освещением. Вот, но в целом, как бы, если вдруг этого места недостаточно будет, здесь у вас много гостей, вы хотите приглашать, как бы, людей, здесь можно организовать полноценную гостевую парковку. Примерно четыре машины места, друг друга никто не загораживает, все спокойно поставили, заехали, выехали. Можно целые мероприятия здесь устраивать. Ну или можете будку, собственно, часовым здесь поставить у въезда. Друзья, пойдемте, как традиционно мы это делаем, обойдем весь дом, посмотрим участок. Здесь уже сразу видно, что начинается терраса. Терраса, она огибает полностью вот так вот по периметру. Весь дом выходит на основную часть участка. Общая площадь террас – 355 квадратных метров. В целом, я уже рассказывал про то, что сейчас вся площадь, в том числе и открытых помещений, террас, балконов, она входит в общую площадь зданий. Поэтому, когда вы видите цифры – 1852 квадратных метров, вроде бы кажется, что много, а вычти отсюда террасы, балконы и все открытые помещения уже получается 1420. Вроде бы уже и не супермного. Все террасы имеют стеклянные ограждения полностью по периметру, что позволяет не закрывать вид из окон, которые у нас полностью панорамные, в пол, сделанные в основных жилых помещениях. Вот по периметру этой террасы, с этой стороны и стоя высажены туи, они уже прижились, начинают давать рост, и через какое-то время будет просто зеленая стена. Можно их подрезать, сформировать такую очень однородную зеленую стену, таким образом, чтобы они не перекрывали вид с участка. В общей сложности высажено больше 50 туй сорта «Смарагд», она еще называется «Западная туя». «Смарагд», кстати, я недавно узнал, это тоже самое синоним изумруда. Действительно, видимо, из-за того, что она просто изумрудного цвета. Газон, как вы видите, тоже очень хорошо прижился. Это просто теперь сплошной зеленый ковер единого цвета. Очень приятно по нему ходить. Тема даже сказал, что грех наступать на такой ковер. На самом деле, газон и нужен для того, чтобы на нем проводить время, ходить, гулять, играть и так далее. Мы специально сделали так, что здесь оставили это свободой для творчества и открытой площадкой. Высадили только крупные деревья по периметру. Вы посмотрите, например, на эту сосну, посмотрите, какая она большая. Отлично прижилась, растет, супер. Но вообще задача этих деревьев, особенно по задней стороне участка, для того, чтобы скрыться от соседа. Здесь он достаточно близко к забору. Но мы с этой задачей замечательно справились. Собственно, соседа и не видно. Так что все это еще сильнее разрастется. Вообще даже можно будет его не замечать. Друзья, здесь точка, с которой как раз можно очень хорошо рассмотреть фасад. Давайте про него немножко поговорим. Несмотря на то, что это объект реконструкции, мы очень серьезно поработали с домом. Фасад получился таким строгим, я бы сказал, даже монохромным, с структурной белой штукатуркой и контрастными горизонтальными элементами из тонированной лиственницы. Получилось сдержанно и достойно. Не отвлекает на себя сильно внимание, а поэтому не устареет и не надоест. При этом, несмотря на свою огромную площадь, он не выглядит громоздким, и получился такой гармоничный объем. Еще очень большая работа была с окнами. Мы полностью заменили все окна в доме, плюс сделали большую входную дверь. Все это из дерева, из лиственницы. Компания Stoller нам в этом помогла. Получается так, что мы преобразили фасад, сделали, во-первых, остекление гораздо больше. То есть это прям полноценные панорамные окна в пол. Правильная раскладка окон, правильная симметрия фасада. Выглядит совершенно по-другому по сравнению с тем, что было раньше. Это позволило нам уйти от подоконников, например, в гостиной. Сделали огромный витраж в спальной комнате, ритмику окон добавили в бассейне. В общем, теперь это не только визуально красиво снаружи, но еще очень комфортно изнутри. Это обязательно увидим еще. Полностью также обновили всю водосточную систему. Очень тоненькие трубы, покрашенные в такой же свет, как и рамы окон, и как вот эти горизонтальные элементы из лиственницы. Их практически не видно, то есть они сливаются с фасадом и на себя никакого внимания не обращают. Так, что касается отделки цоколя, ступеней и покрытия террас, это все натуральный камень, доломит. Очень классно смотрится, мне в целом очень понравился. У него такой спокойный рисунок, относительно недорогой российский камень, но без ярких каких-то акцентов. При этом, смотрите, какая площадь им отделана и смотрится очень гармонично. Плюс у него есть подсветка, вот эти все ступеньки, все нижние части, они контурами подсвечены, там LED-лента установлена. Так, ну здесь входа нет, но мы вот так вот забежим сюда, для того, чтобы посмотреть на так называемую water feature. Это небольшой бассейн, потому что в целом это полноценная система насосов, фильтрации, которая установлена там же, где основное бассейнное оборудование. То есть вода насыщается хлором, потому что здесь агрессивная среда. То есть, по сути, бассейн, в котором можно купаться, использовать его как летний бассейн, потому что у него нет подогрева, то есть для очень жаркой летней погоды. Здесь сделан еще такой каскад, там тоже сверху небольшой водоем и спускается водопад. Все это тоже отделано доломитом, ночная подсветка бассейна тоже присутствует. Фотографии тоже вставим, покажем, как это выглядит. Давайте заберемся теперь наверх на террасу. Здесь присутствует встроенная подсветка, тоже лестница. Все подъемы по лестницам огорожены такими же стеклянными ограждениями, которые идут по всему периметру террасы. Здесь есть несколько зон, которые находятся под навесом. В частности, вот эта небольшая зона, то есть это выход как раз из кухни-столовой. А вот эта зона под навесом, это как раз зона основной террасы. Мы сюда примеряли уже в прошлом сезоне большой стол на 8 посадочных мест. Отлично встает, здесь еще комод. Сюда можно поставить какой-то переносной газовый гриль или можно готовить исключительно на кухне, особенно в зимнее время, например, потому что она вот здесь прямо рядом, очень удобный доступ. Или здесь что-то наоборот, на улице приготовил на газовом гриле и перенес и сервировал уже в столовую зону. Светильники от Eichholz. Посмотрите, какой у них интересный текстильный чехолчик, который закрывает цепочку. Но они так низко висят, потому что здесь предполагается, что стол стоит, поэтому ты их, естественно, задевать не будешь. Наше нововведение, скажем так, это вот эти два инфракрасных обогревателя. Посмотрите, какие они тоненькие, прозрачные, просто стекло в зимнее время или наоборот в осеннее-весеннее включается, и вот это все пространство обогревают. Приятное такое тепло, как будто ты под солнышком сидишь. Прикол. Не видел такого? Нет, еще такого нет. Вот, а смотри, какие они миниатюрные, классные. Да, вообще, да. Вот, их нельзя, к сожалению, прямо в сам потолок, то есть у нас была идея в том, чтобы прямо в сам потолок строить, но они нагреваются и с той, и с другой стороны, вот, поэтому здесь вообще двойной эффект, еще как бы отраженное тепло, еще идет от потолка. Я сначала подумал, что это просто светильник, какие-то цветы. Да, нет, светильники вот, а это обогреватели. Еще очень интересная сделана водосточная система, вот те самые такие, достаточно тоненькие трубы. Здесь над нами балкон второго этажа, естественно, он собирает какое-то количество осадков, и все это стекает через водосточную систему, дальше через такие лотки, которые прикрыты крышками, тоже сделанными из доломита. В них есть отверстия, ну и, соответственно, дальше все это соединено уже с ливневой системой канализации. Друзья, я, конечно, говорил, что я не очень люблю, когда вот эти террасы приподняты, и первый уровень там находится в нескольких метрах от земли, но посмотрите, какие преимущества это дает. Вот у тебя участок буквально как на ладони. Вот здесь еще так дом посажен, что у тебя как раз это южная сторона, у тебя всегда здесь солнечно, светло, очень здорово. Ну и плюс вот отсюда очень хорошо видно, сколько разных зон здесь есть на участке, и тут, пожалуйста, фантазии уже будущего собственника. Не знаю, вот там организовываем небольшое футбольное поле, там играем в бадминтон, тут ставим батут, там детская площадка. Вот, так что вариантов использования огромное количество. С этой стороны у нас дальше продолжается терраса. Выход через портальную дверь из бассейна, мы его обязательно увидим. Здесь продемонстрировали вариант расстановки такой уличной мебели. Наш партнер – компания Skyline Design. Мы в прошлом году осенью снимали уже дом, когда был полностью завершен фасад, и примеряли здесь уличную мебель. Обставили, соответственно, зону на крытой террасе. Вот тот уголок еще обставили. Все артикулы записаны, компания продолжает работать с российским рынком. Очень классная мебель. Супер здорово подходит к экстерьеру этого дома. Так что все это можно организовать и привезти сюда. Но вы спросите, вот эти все подушки, все это под открытым небом. Куда и как это девать? Здесь внизу под нами два огромных помещения. Мы туда, правда, заглядывать сейчас не будем, потому что там как раз все то, что остается после окончания строительства дома. Материалы, склады и так далее. Но там места огромное количество. Всю эту мебель можно спокойно туда занести и хранить в любое время года. Так, ну и все-таки давайте спустимся и дойдем вот до той площадки, потому что с нее тоже очень интересный вид на дом. Эту площадку здесь оставили в свободном формате. Предполагается сейчас в концепции использовать ее в хорошую погоду. Но в целом можно поставить здесь раскладные зонтики, например. И как бы использовать ее, не знаю, как формат таких вечерних посиделок, например, или какая-то фуршет-зона здесь. Но поскольку в доме летняя кухня не предусмотрена, здесь как раз идеальное место для ее организации. Немножко вдали от дома, но площадка позволяет сделать очень классную, прям полноценную барбекю-зону с зоной готовки. Ну и, соответственно, поставить большой стол. Тема, а ты помнишь, когда выглядел дом вообще? Да. Сейчас он вообще выглядит совсем по-другому. Он, знаешь, утонченный стал, прям такой, знаешь, завершенный. То есть раньше было громоздко, неаккуратно, а сейчас прям все как вот тому и будет. Если честно, конечно, результат превзошел наши ожидания изначально, когда мы вообще с этим домом начали работать. В целом даже и не предполагали, что можно из него такую конфетку сделать. Конечно, процесс непростой, он немножко затянулся. Ну и обстоятельства соответствующие. Тем не менее, это время однозначно стоило того, что получилось. Так, ну давайте завершим обзор экстерьера дома. А, забыл вам сказать. Естественно, по всему участку проложена система автополива. Стоят везде спринклеры. Таким образом, что покрыта вся территория газона. Может быть, из-за этого как раз газон такой равномерный и получился. Ну и плюс, небольшая сделана подсветка деревьев. Вот, тоже вечером смотрится очень здорово. Так, а вот та самая дверь, которая ведет у нас два больших технических помещения. Там не очень большая высота потолков, но достаточно для того, чтобы хранить там и садовый инвентарь, да, и различные там запасники материалов каких-то, да. Соответственно, вот то, что мы говорили, там мебель какую-то или подушки. Вот, плюс оттуда вход еще и в подполье под бассейном для его обслуживания. Там же установлено все оборудование. Кстати, окна имеют зеркальный эффект. И когда мы показываем санузлы с большими панорамными окнами, многие там в комментариях пишут, как же так, там снаружи будет видно. Вот, посмотрите, наверху это санузел при хозяйской спальне. Если даже представить, что хозяйка там принимает душ или ванну, отсюда ее абсолютно не видно. Ну, а в вечернее время, конечно, будет уже больше просматриваться. Для этого есть жалюзи. Так, двигаемся дальше. Отмостка полностью по периметру также сделана из лабрадорита. И цоколь отделан доломитом. При этом посмотрите, какой аккуратный переход камня в штукатурку. И также вот мы устраиваем водосточные системы вот здесь вот по периметру дома. Ну и, соответственно, вся вода стекает напрямую вот туда вот через воронки в ливневую канализацию. Так, друзья, вот здесь вот интересный получился участок. Вот, потому что с этой стороны у нас бассейн. Вот, посмотрите, насколько увеличились окна здесь. Ну, это, конечно, ощущается совершенно по-другому, чем это было изнутри помещения. Вообще, конечно, это был челлендж с бассейном, потому что изначально он в этом доме предполагался вот в этой части. Но он был недостроен. Плюс было непонятно по планировке, почему он здесь. Здесь очень темно. Северная сторона занимает такую часть участка. В результате приняли решение отказаться от размещения бассейна в этой части. Высвободился участок. А бассейн организовали в помещении, которое раньше занимала кухня-столова. Ну, мы так еще решили, что пристраивать еще дополнительный объем к и так большому дому совершенно не нужно. Плюс по планировке получилось очень удачно. И пользоваться такой планировкой будет гораздо комфортнее. Ну, а здесь еще одна зона, которую можно каким-то образом задействовать и использовать. Вот, здесь есть еще одно помещение свободного назначения с прямым выходом на этот участок. Стой, стой, стой. Да, стой. Здесь точно можно ходить? Да, да, конечно. Я просто помню, что здесь было. Нет, ты что? Все утрамбовали, все это уже, как бы, все отлично вообще будет. Да, не провалишься, не волнуйся. Поверю. Да, да, вот, можно, видишь, прыгать даже. Так, друзья, где-то есть места, вот, например, здесь, где организован ливний сток при помощи вот такой вот цепочки. Я сначала немножко скептически к такому относился, но вот уже несколько сезонов там прошло, вот, отлично все стекает. Ну, понимаете, да, что если здесь была бы полноценная водосточная труба, вот, пусть и небольшого диаметра, все равно это какой-то был бы столб. Цепочка в этом плане смотрится более изящно. Вот, ну и, соответственно, там воронка, все это вот так вот стекает, и здесь вот засыпали галечкой такой мраморной. Немножко надо, конечно, подсыпать, потому что вода ее разбрасывает. Вот, ну, подсыпем обязательно. Я просто к чему это? Я у себя дом делаю, у меня тоже большие свесы кровли, не получается сделать там водосточные вот эти трубы, они будут громоздко смотреться. Я немножко сомневался по поводу такого решения, но сейчас я более спокоен, мы на нем и остановились. Так, с этой стороны у нас вход для обслуживающих персонала в техническую часть цоколя. Вот, получился достаточно широким, большим, удобным. Можно выносить, заносить оборудование, если что-то вдруг громоздкое будет. Вот, все это под навесом, туда не будет никакой падать снег. Вынос навесов достаточно большой. По периметру везде установлены такие вот светильники. Они светят вверх-вниз, дают легкий теплый свет. Отдельно не заморачивались здесь какой-то серьезной подсветкой фасада, но за счет больших панорамных окон и вот таких вот светильников, плюс подсветки цоколей, вечером отлично получается очень гармоничная картинка. Здесь хоть и некая техническая часть участка, но, тем не менее, она очень приятная. И это как раз тот бонус старого, скажем так, участка, потому что здесь уже разрослись деревья. Посмотрите, какой высоты эти туи. Это вот целая огромная вот эта стена, она вот туда вот прям до конца продолжается. Вот, выглядит просто космически. Я не знаю, сколько метров. Метров 6-7, наверное, точно в высоту. Вот, но здесь у нас все-таки это техническая зона установленная. Так, нет, надо где-то. А, система ниппеля. Что, ниппель откручивать надо все-таки? Да, да, ниппель надо открутить. О, пожалуйста. Открываем. Так, здесь второй ниппель. А этот уже фиг открутишь. Все временно становится постоянным. Да, но в целом сюда доступ нужен только техническому персоналу. Как бы вот раз там в полгода, раз в год открутить никаких проблем не составляет. Что туда лазить-то? Вот, у нас по дому установлена приточно-вытяжная вентиляция и канальное кондиционирование от Daikin. Здесь стоит вот этот внешний большой блок. Этот блок большой, он на кондиционирование всего дома. На внутренние блоки подает фреон. А это отдельный блок для системы осушения в бассейне. Соответственно, нужен холод для того, чтобы сконденсировать влагу. Вот он работает и осушает воздух. Здесь установлена система VRV от Daikin. Инверторная система. VRV расшифровывается как Variable Refrigerant Volume, то есть изменяемый объем холодагента. Такая система, а это, кстати, запатентованное название именно компании Daikin. У других систем это называется VRF, что на самом деле то же самое. Суть этой системы в том, что ты можешь благодаря одному блоку все-таки регулировать температуру в разных помещениях. Если сделать правильно систему трехтрубную, то можно организовать так, что в одном помещении идет теплый воздух, а в другом холодный. Но нам здесь этого не нужно, потому что у нас обогрев благодаря газовому котлу и системе отопления. Поэтому у нас работает только на охлаждение. Есть еще термин, который часто неправильно используют. Центральное кондиционирование. То есть вот такую систему в частном доме называют центральное кондиционирование. На самом деле это не совсем так. Хоть да, у нас один единый блок, но тем не менее это все равно классическая сплит-система, где есть внутренние блоки. В данном случае в этом доме они канального типа, то есть скрыты под потолком в технических помещениях. И мы видим только внешние решеточки. Никаких внутренних блоков мы не видим. Но центральное кондиционирование это все-таки скорее для многоквартирных домов, где есть чиллер, который генерирует холодную воду. Вот это скорее можно отнести к системе центрального кондиционирования. И еще недавно я записывал короткий ролик про то, что кондиционирование не дает свежего воздуха. А многие думают, что вот тот воздух, который выдают кондиционеры, он притоком идет с улицы. Но на самом деле он забирается изнутри и подается снаружи. Для свежего воздуха нужна приточно-вытяжная вентиляция. И в этом доме установлены две большие установки, 2700 кубов. Представляете, это сколько воздуха нужно забрать, обработать. Его нужно подогреть в зимнее время. А подогревается он от котла отдельным контуром. А соответственно, от кондиционера никакого забора воздуха не идет. Да, бывает система, где он немножко подмешивает внешнего воздуха, но это вот такая вот трубка. И явно на такой объем дома ее не хватит. А теперь вот про этот агрегат еще расскажу. Вот он отдельно, смотрите, как сейчас пашет по полной программе. Это компрессорно-конденсаторный блок, который нужен для осушения воздуха в бассейне. На бассейн установлена отдельная приточно-вытяжная вентиляция с осушением воздуха. Очевидно, что для того, чтобы убрать лишнюю влагу, этот воздух надо сначала нагреть, потом охладить благодаря вот этой вот установке. Влага конденсируется и, соответственно, через капельник выводится в канализацию. Таким образом, в помещении бассейна всегда устанавливается влажность в районе 40-50%. Но если в бассейне воздух надо осушать, то в самом доме в зимнее время особенно надо его увлажнять. Мы здесь систему увлажнения не ставили, но таким образом спроектировали приточную установку, оставили в ней место. Соответственно, можно туда вставить отдельный адиабатический блок увлажнения на сотовом барабане и поддерживать необходимую влажность в любое время года. Так, ну что, с технической частью закончили и двигаемся дальше. Закрутить потом. Сказал, что закончили с технической частью, мы на самом деле только начинаем, потому что мы отправляемся в котельную. Попробовали сделать образцово-показательную котельную. Установили два больших газовых котла «Будерус». Видите, написано, один котел ведущий, другой ведомый. Они работают таким образом, что включается сначала один. И в дальнейшем, если нагрузки у них хватает, подключается второй. При этом у них происходит периодически ротация. То есть на самом деле ведущий, он не всегда работает. Он ведущий с точки зрения управления. Потому что здесь два блока управления, и все настройки задаются на этом ведущем котле. На самом деле это был отдельный челлендж, потому что везли их уже сейчас, в наше новое время. Пришлось немножко подождать. Но, ребята, смотрите, у нас два котла по 150 киловатт номинальной мощности. Работают они в высокотемпературном режиме и выдают 140 киловатт уже реальной мощности. Кстати, многие путают электрические киловатты с газовыми. Здесь измеряется именно тепловая энергия. То есть к электричеству она никакого отношения не имеет. Работают они на газу. Кстати, мне кажется, уже пора снимать пленочки. Вот, все, уже красоту навели. А тут вообще, посмотри, не сняли. Это же произведение технического искусства, можно так сказать. Ой, как я люблю этот процесс. Потом, конечно, тряпочку, еще надо немножко пыль тут протереть. Кайф. Тут всякие пленочки. Ну что наши не могут сделать, а, Тём? Вот это все котлы, все эти, вот, все берем вот в Германии. Ну что там, простая горелка, да? Ну какой-то там, да, вот, блок управления. У нас печки, Даша. Печки. Печки, да. Русская печь нас спасет. К сожалению, для таких домов нужно самое лучшее, что можно вообще приобрести. Преимущество этой котельной в том, что она находится вдали от дома, плюс у нее есть доступ извне для обслуживающего персонала, это очень удобно. Вот, давайте немножко пройдемся. Здесь подготавливается горячая вода, соответственно, два магистральных насоса, один от одного котла, другой от второго, дают на общую систему воду, и дальше она уже распределяется. Часть воды основная идет в дом, и там есть индивидуальный тепловой пункт, где уже она распределяется по дому. Там же стоит и бойлер основного дома. Соответственно, вот эта насосная группа, которая идет на теплоснабжение основного дома. Далее идет первичный контур снеготаяния, снегоудаления. Мы про него еще отдельно тут коснемся. Ну и две насосные группы, водонагреватель дом-персонала, он находится внутри, и система отопления дом-персонала. Два больших расширительных бака на каждый из котлов, и еще один расширительный бак отдельно для системы снеготаяния. Вот здесь установлен теплообменник. Идет первичный контур от котла, он дальше нагревает вторичный контур до необходимой температуры. Насос вторичного контура, который как раз гоняет уже подогретую незамерзающую жидкость по всем трубкам снаружи. Здесь установлен контроллер снеготаяния, который получает информацию от датчика температуры воздуха на улице, от датчика влажности, который встроен в пол, мы там видели, да, и запускает эту систему. На зиму ее просто отключают, ну и, соответственно, она как бы не работает. Сезон начался, включили, и все поехало, все работает. Так, здесь у нас узел водоразбора. Вход воды из поселка, большая труба. Ну и дальше пошла вода на основной дом. Это у нас подпитка системы отопления. Это холодное водоснабжение на бойлер пошла, подпитка бойлера. И это холодное водоснабжение блока персонала. Вот туда как раз вода уходит. И уже все готово для того, чтобы установить систему водоподготовки. Соответственно, она сейчас работает пока напрямую, и дальше можно здесь всю эту вот систему расположить. Места тут хватает. Так, а вот это пошла вода на улицу, на систему автополива. А здесь с улицы еще выходит хитрый круглогодичный краник, который не требует слива на зимнее время. То есть про него можно просто забыть. При этом его не разморозят. Кстати, стоит сказать, что эксплуатация в этом поселке на конкретно этот участок, поселковый платеж 50 тысяч рублей. Плюс, естественно, по счетчикам электричества, газ, водоснабжение. То есть в общей сложности надо где-то в районе 80-100 тысяч рублей закладывать. И это получается вот та самая техническая зона за домом, где происходит вот эта вся логистика и передвижение обслуживающего персонала, который не пересекается с хозяевами дома. А здесь для них специально выделенный блок. Вот, они сюда могут прийти с улицы через отдельную калитку. Ну и, соответственно, вообще их не будет видно. Так, ну и блок для персонала. 52 квадратных метра. То есть полноценная двухкомнатная квартира. Есть своя небольшая кухня-гостиная и две отдельные равноценные спальни. Есть, конечно же, свой санузел. Все удобства кондиционирования, отопления, постирать вещи какие-то свои. Вот, и, естественно, самое удобное, потому что свой выход. Итак, в дом попадаем через главный вход. Здесь установлена деревянная дверь. Заказывали вместе с окнами также компании Stoller. Вот, здесь интегрирован электронный замок. Ну, сейчас пока через ключ открываем. А в целом, как бы, скоро настроим и будет открываться также с вот этой панели через Face ID, карточку или через код. Соответственно, дверь распашная с небольшим порожком. Вот, а ее преимущество в том, что, посмотрите, у нее 120 градусов открывания. Да, то есть широкая, спокойно можно зайти. Вот, а вот этот доводчик, если смотреть изнутри, то его совершенно будет не видно. Классная система. Доводчик на дверях с электронным замком обязательно нужен, потому что, если ты, например, открываешь его удаленно, то потом дверь должна каким-то образом сама закрыться и заблокироваться. Так, ну что, прошу внутрь. Холл. Театр начинается с вешалки, а частный жилой дом с входной группы. И здесь это шикарный холл, очень светлый, 27 квадратных метров. По этой центральной композиции из столика и люстры мы можем понять, что это не холодный минимализм. Мы называем этот стиль современной американская классика. Также обратите внимание на симметрию, которая нас отсылает к канонам классической архитектуры. Это симметрия с точки зрения дверей, окон, раскладки на полу мрамора. Эта арка делит помещение условно на две части. Сама прихожая. Посмотрите, сколько естественного света сюда поступает. Два больших окна по бокам и сама входная группа тоже стеклянная. Отопление осуществляется благодаря радиаторам, которые под подоконниками. Они закрыты декоративными экранами. Плюс, естественно, отопление за счет теплого пола. Полностью под мрамором все это подогревается. Подоконники тоже сделаны из натурального мрамора. Также, как и везде по первому этажу, за исключением бассейна. Там керамогранит. На втором этаже подоконники деревянные. На полу три типа мрамора. Все это Турция. Белый афион вайт. Вот этот более темный тундра блю. А это чуть посветлее тундра блю лайт. За счет того, что это мрамор с одного и того же карьера. Посмотрите, какое классное сочетание. Просто чуть-чуть что-то темнее, чуть светлее. И получается очень гармоничная, непестрая картинка. Ну и стоит сказать, что мрамор это, конечно, натуральный материал. То есть ты когда что-то делаешь, раскладку, ты выбираешь конкретные слэбы, смотришь, как они будут стыковываться, смотришь на эту раскладку. И всегда могут быть какие-то сюрпризы с одной стороны. А с другой стороны, это всегда уникальный пол. То есть такой пол из керамогранита не сделать просто. И где-то будут, например, вот такие вот вкрапления, более желтоватые, коричневые. Где-то вот такие полосы. И в этом на самом деле и есть та самая уникальность, и та самая неповторимость, ради которой применяют такой натуральный материал. По бокам стоят две банкетки от Эйхольц, Бра от Берт Франк. То есть можно здесь присесть, разуться. Подоконник, кстати, может иметь еще и функциональное значение. Можно поставить сюда сумки, пока раздеваешься. В целом мы гардеробную еще увидим, но если ты забежал в дом на некоторое время, можно обувь прям под банкетку поставить, потом сразу одел и выбежал обратно. Ну или здесь можно постелить подушки, и молодые хозяева дома могут здесь сидеть и встречать родителей, смотреть, когда они приедут. Кстати, окна с зеркальным эффектом, поэтому юных разбойников снаружи видно не будет. Перед входом две группы выключателей. Одна управляет освещением на улице, а вторая уже освещением здесь, внутри дома. Поскольку у нас система «Умный дом», то мы можем запрограммировать любые сценарии. Но мы выбрали классические выключатели, которые можно нажимать. Они тактильные, удобные. Бэтэчино, Италия. Соответственно, можно одну из кнопок запрограммировать. Сценарий «Я ушел». Это аналог сценария «Выключить весь свет», но он помимо этого еще может поставить, например, весь дом на охрану, запустить закрывание штор, ну и другие какие-то вещи необходимые, когда полностью семья покидает дом. Она же при входе может запустить сценарий «Я пришел». Все запускается в обратном порядке. Сейчас еще идет тонкая наладка и настройка всей системы автоматизации. Да, устанавливаются какие-то ее элементы. Обязательно все расскажем в отдельном выпуске, когда все будет настроено, покажем сценарий и расскажем вам о тех стандартах автоматизации, которые мы здесь применяем. Поэтому пока что не обращайте внимания, например, на такие заглушечки, еще где-то видно, там торчат провода. Это вывод проводов под установку датчиков, так называемого шторного типа охранных, чтобы никто не залез через окно. Где-то выведены провода под систему видеонаблюдения, где-то уже, например, как здесь камеры установили, уже работает, снимает. Все это, например, здесь управляется при помощи панели. У нас «Умный дом» на базе «Контрол-Фо». Соответственно, пока что установили здесь один экранчик. Он обязательный, потому что сюда приходит сигнал с домофона, плюс управление всеми основными сценариями здесь. А в дальнейшем есть выводы под размещение подобных панелей в каждом помещении, но сами панели вешать пока не стали, потому что так или иначе, общаясь с жителями, которые используют систему «Умный дом», они говорят, что все делаем с телефона или специального пульта, который может все те же самые сценарии задавать. Поэтому, если необходимость будет, можно будет везде продублировать эти панели. И еще, чем хороша система «Умный дом»? Вот была одна группа выключателей. Здесь, например, там включили, здесь выключили. Также вот сюда продублированы выключатели. А если надо перейти вот в это помещение, то и здесь. То есть четырех мест мы можем управлять светом в одном помещении. При классической разводке такое просто невозможно. Давайте немножко про мебель еще расскажу. Это стол «Центральная композиция». Явно создает настроение этому помещению. Несмотря на то, что стол очень массивный, на оригинальной конической ножке, вот он как бы не шатается. Но посмотрите, как утонченно он сделан. У него основание 2 сантиметра из МДФ, но вот сам топ, он немножко выходит за края, и получается такая очень тонкая кромка. Сверху эффект такой состаривания. Выглядит очень благородно. Компания АМП. Здесь стоят две вазы ручной работы. Российская керамика. Это, по-моему, эвкалифт. Точно даже пахнет. А сверху люстра от Эйхольц. У нее металлический каркас и вот такие интересные стеклянные элементы. Я сейчас по кругу прошелся, насчитал… Сколько тем? Семьдесят восемь. Семьдесят девять. Сто семьдесят девять штук. Обалдеть. Сто семьдесят девять штук, да. Представляете, каждую штучку нужно повесить. Одну люстру можно полдня собирать. Внутри девять лампочек, но их практически не видно. Каскадная люстра, семь уровней. Очень красиво смотрится, как центральная композиция. Весит, между прочим, 34 килограмма. С этой стороны столик от Бо Концепт. Называется Пари. Кстати, смотрите, подобрали даже книжку, чтобы я легко запомнил название. Столешница под мрамор. А вот здесь в углу стоит такая настольная лампа. Основание из матовой стали золотистого цвета. Два цилиндра из темного дерева. И внутри такой мраморный шар. Кстати, эта столешница под мрамор выглядит такой блестящей, глянцевой. Но она очень легка в уходе, потому что любые царапины легко убираются полировкой. Давайте теперь посмотрим гардеробную. Скажу для начала, что здесь в доме два типа дверей. Первый тип в хозяйских комнатах – это МДФ, крашеный эмалью. Вход в гостиную. А вход в технические зоны, сделанные при помощи дверей с коробкой скрытого монтажа. И где-то они еще отделаны молдингами вместе со всей стеной, что делает их еще более незаметными. За этими сдвижными дверьми находится гардеробная комната. Двери работают раздельно. Никак друг с другом не связаны. Очень удобные с точки зрения того, что есть доводчик на открытие и доводчик на закрытие. Друзья, неважно, насколько хорош дизайн, его можно легко испортить беспорядком. Цитата дизайнера Fubo Concept. Я с этим полностью согласен. И, видимо, это причина, почему гардеробные комнаты отдельные стали так популярны в частных домах. Все, что необходимо, закрываем за этой дверью. При этом у нас холл красивый и никаких вещей не видно. Мы эту гардеробную не стали обустраивать. Несмотря на то, что мы все-таки пропагандируем подход строительства под тапочки, но исходя из опыта и взаимодействия с аудиторией, понимаем, насколько разные бывают сценарии жизни. Есть дети или нет. Необходимость сделать множество вешалок для хранения. Каким образом будет дом использоваться? Нужны ли открытые системы хранения? Или нужно все за шкафами закрывать? Много ли обуви? И так далее, и так далее. Множество вопросов. И в результате боимся просто сделать такую комбинацию гардеробной, которая будет не востребована. Часто видим, как люди в дорогих домах потом переделывают гардеробные. Дешевые делать не хотим, а дорогие переделывают потом желтым. И я вижу по комментариям, насколько разные запросы есть. Сделаешь открытые, говорят, нет, надо закрытые. Или наоборот. У кого-то детям важны штанги, чтобы дети сами развешивали вещи. У кого-то коллекция сумок, а у кого-то наоборот, огромное количество обуви. Всем не угодишь. Друзья, двигаемся дальше. За этой дверью у нас такой технический коридор. И здесь расположен гостевой санузел. Получается, что он отделен от всех жилых помещений, еще дополнительно холом. Поэтому никаких ни звуков, ни запахов слышно не будет. Если есть сомнения, то можно дополнительно еще поставить здесь колонку и сделать приятную музыку. Очень получился яркий санузел. Я это назвал «Дом Нептуна». Такие яркие обои от компании «Технографика». Рисунок такой футуристичный морской с наутилусами, помпилиусами. В таком формате всего лишь два санузла и одна детская сделанная. Больше вольности дизайнер в других помещениях себе не позволял. Мне очень нравится, потому что со своим лицом получился санузел. Здесь установлена большая раковина. Систему слива не видно, а смеситель встроен прямо в стену. И большое зеркало. С этой стороны подвесной беззаботковый унитаз «Лауфен» коллекция «Про» с гигиеническим душем. Здесь инсталляция полностью за стеной. Не стали делать никаких полочек. И встроенная кнопка смыла. И дальше двигаемся вниз. Преодолев пять ступеней, мы попадаем... А, кстати, хотел сказать. Посмотрите, как сделана подсветка ступеней. Это маленькие светильнички, которые встроены. И они светят исключительно вниз, то есть не бросаются в глаза. И хоть здесь не минимализм, тем не менее такая аккуратность очень даже к лицу этому дому. Так, давайте посмотрим, что за этой дверью находится. А здесь тот самый второй вход для собачников. И вот, пожалуйста, очень удобное место для того, чтобы помыть своего питомца. Налить ведро для мойки, промыть шины. Что хочешь, пожалуйста. Вот, очень-очень здорово. Так, и здесь у нас выход в гараж, который мы уже видели. Видите, как очень удобно. То есть у нас вот такая вот транспортная артерия из гаража. Отдельный вход, здесь санузел. Все это через общий холл. А дальше уже техническая территория, скажем так. Вот. Отдельное помещение, мы его назвали помещением охранника, потому что сюда выведено все видеонаблюдение. Можно поставить большой стол, поставить мониторы. У охранника есть, соответственно, свой вход. Здесь в доме уже установлена охранная, пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Осталось выбрать только оператора, соответственно, чтобы сигнал шел и приезжала там группа реагирования. Но если вдруг, опять же, свой отдельный охранник не нужен, это помещение может стать и хозяйским. Например, какая-то мастерская, потому что есть выход во двор. Часть этого земельного участка можно тоже под какие-то такие цели использовать. По сути, помещение это как чистый холст, уже подготовленное, а дальше его можно использовать под что угодно. Пока что сделали это в таком технологичном виде. Например, на потолке расположили такую темную грильяту. Вот. Здесь керамогранит и светло покрашенные стены. Получается так, что первый этаж разделен на хозяйскую и техническую часть. То же самое и в цоколе. Пойдемте посмотрим. С этой лестницы мы попадаем именно в техническую часть. Предполагается, что персонал, который работает в доме, именно по этому маршруту попадает сюда. А вот, что касается приходящего внешнего персонала, то они спускаются по внешней лестнице, и вот для них вход отсюда существует. Здесь есть определенное подлестничное пространство. Так, давайте заглянем сюда. Вот. И здесь вот видно какие-то кабели. Это место под установку источника бесперебойного питания. То есть это инверторы и набор аккумуляторов. И система электроснабжения сделана таким образом, что мы можем это все сюда спокойно установить и сделать резервное электропитание. Но это только в качестве источника бесперебойного питания, потому что увеличивать мощность не нужно. Здесь 50 кВт есть. И, кстати, вот этот момент с организацией логистики персонала, он многими людьми, которые не проживали в загороде, он недооценен. А те, кто проживал и сделали неправильную планировку, понимают, насколько это актуальная боль. У нас в команде только я, городской житель, но, тем не менее, с большим опытом, с большой насмотренностью. А другие члены команды, они имеют опыт проживания за городом и очень хорошо все эти моменты знают. Именно поэтому в этом доме обслуживающий персонал вообще никак не пересекается с хозяевами. Так, у нас здесь образовались два помещения. Это мы назвали ружейной комнатой. Она достаточно просторная, можно весь свой арсенал сюда поместить. Конечно, придется усилить уже дверь. На самом деле, заядлые охотники, рыбаки, у них огромное количество различных прибамбасов, поэтому здесь ставятся стеллажи и все это отлично размещается. И очень похожее помещение с этой стороны. Мы ее обозначили как гардеробную для сезонных вещей. Как раз сюда можно отнести все то, что в текущем сезоне не используется. Или какие-то вещи, которые очень редко раз в два года надеваешь, нужно выбросить – жалко. Вот, пожалуйста, место для хранения. Но если вдруг охотников в семье не будет, пожалуйста, две разные комнаты для хранения. Например, здесь храним одежду, там только обувь. Или, не знаю, тут муж, там жена, как угодно. Можно это использовать. Мы обычно цоколи в таком объеме не строим, но поскольку здесь уже работали с тем фактом, который имеется, задействовали максимально функционально весь тот объем пространства, который здесь был уже образован до нас. Так, за этой дверью у нас санузел. В целом тоже очень важный элемент как раз для обслуживающего персонала – здесь иметь свой санузел. Потому что даже люди приходят, работают. Если идет какая-то настройка, это все равно может целый день занять. Вот, пожалуйста, все удобства рядом под рукой. Так, по правую руку, видите, вот эта дверь с отдельным ключом. Вот, это серверная. Так, сейчас посмотрю, что там. Не, ребят, пока рано еще. Алексей Шалагин – наш партнер по автоматизации компании IP4U. Еще все настраивает, и мы с ним запишем отдельный выпуск. Вот, я думаю, мы будем записывать его уже после того, как выйдет этот выпуск. Поэтому любые вопросы по автоматизации конкретно этого дома и вообще, пишите, пожалуйста, в комментариях, на все ответим и конкретно расскажем. Будет полноценный выпуск про автоматизацию частного дома. Затронем вообще все вопросы автоматизации. Ну а ключ сделали для того, чтобы сердце дома, мозги, я бы сказал даже, да, дома можно было перекрыть, и чтобы никто там лишний не шарахался. Вот, вытащил, все, и закрыто. Так. Двигаемся дальше. За этой дверью три помещения. Одно такое проходное, но тем не менее оно достаточно просторное, и по этой части можно какую-то систему хранения сделать. А здесь отдельное помещение под постирочную. Очень просторное, много всего поместится. Устанавливаем здесь стиральную, сушильную машину, гладильную систему, кучу систем хранения. Здесь ниже уровень, чем уровень канализации, поэтому, к сожалению, приходится дополнительно такие системы ставить. Но все предусмотрено, так что не переживайте. Вот. А сюда у нас, собственно, выведена система бельепровода. Белье с первого и второго уровня как раз падает сюда. Давайте проверим, кстати, работает она или нет. О, смотрите, что-то прилетело, а. Ребят, Home Hunter. Кстати, время напомнить вам, собственно, о нашем сервисе. Уже больше 20 лет я занимаюсь элитной недвижимостью, и пять из них снимаю для вас обзоры самых современных премиальных домов и интересных квартир. Со всей ответственностью заявляю, если вы хотите продать или купить дом или квартиру стоимостью от 50 миллионов рублей до 50 миллионов долларов, а может быть и больше, ваш помощник – homehunter.ru. Это первый и единственный сервис исключительно по элитной недвижимости, созданный командой амбициозных айтишников с глубоким пониманием особенностей элитного рынка и потребностей покупателей. И все это под моим чутким контролем, а уж вы-то знаете, как я вникаю в детали и думаю про удобство и пользу для каждого. Покупатели на homehunter.ru найдут удобные фильтры по самым разным параметрам, которые позволят получить выборку объектов, соответствующих своему персональному запросу, и, возможно, найти ту самую с перламутровыми пуговицами недвижимость. Собственники впервые увидят базу без дублей и смогут самостоятельно и без лишних усилий оценить конкуренцию в своем жилом комплексе или коттеджном поселке и уже вместе с брокером принять взвешенное решение о стратегии ценообразования. А для брокеров это просто кладезь новых инструментов и возможностей, которых не было раньше. В личном кабинете вы сможете размещать свои эксклюзивные объекты, видеть процент партнерских комиссий по объявлениям коллег, скачивать небрендированные презентации, отслеживать появление новых объектов, изменение цен по своим выборкам и многое-многое другое. Уверен, каждый здесь найдет то, что нужно. Все ссылки вы найдете в описании. Заходите и оцените качество сервиса homehunter.ru. Не поймал. Так, и еще одно третье помещение вот за этой дверью. Так, к сожалению, свет не работает. Давайте чуть подсвечу фонариком. Это предполагает техническая кухня. К сожалению, не получилось в этом доме организовать продуктовый лифт. Но, тем не менее, такое помещение есть. Оно полностью оборудовано с точки зрения коммуникации. Здесь вода, канализация, электричество. То есть можно все-таки эту техническую кухню организовать. Есть определенный вопрос с тем, как доставлять готовые блюда наверх, потому что придется идти по лестнице. Но, в целом, если просто предположить возможность готовки здесь каких-то очень сложных блюд, которые издают много запахов, например, это можно здесь спокойно пирожки напечь, индейку запечь и так далее. То есть что-то такое сложное и крупное. И последнее техническое помещение. Это индивидуальный тепловой пункт. Так, сюда можем зайти. Здесь более-менее прилично. Соответственно, бойлер Висман на 500 литров. К сожалению, бойлер пришел, а вот заглушки с шильдиками не пришли. Сюда приходит трасса горячей воды из котельной. И дальше через распределительную насосную группу идет на теплый дом, система отопления дома. Отопление организовано через поэтажные распределители по одному такому коллектору на каждый этаж. Ну и дальше уже по этажу идет разводка. А в этом углу отдельные насосные группы на джакузи, хамам, нагрев пруда. Как бы сказали, что без подогрева. Ребята, сюрприз. Все-таки нагрев пруда заложен. Это круто. Водонагреватель, вентиляция. Ну и, соответственно, отопление идет на первый этаж, второй, на мансарду и на цоколь. Это, конечно, такое урбанистическое помещение. Еще немножко его ведем до ума. Будет образцово-показательный ИТП. А с этой стороны у нас распределение холодного водоснабжения. Соответственно, сюда ввод холодной воды, опять же, из котельной. Дальше пошел пруд, холодное водоснабжение всего дома, пожарная система в сауне, полив и джакузи, пожалуйста. Так, ну и все. Мы, получается, переходим с технической части в хозяйскую. И вот здесь, кстати, проходит как раз водораздел. Поставили дверь специально с замком для того, чтобы можно было хозяйскую часть перекрыть. Кстати, видно даже по температуре освещения техническая часть, видите, белый свет. А там уже более теплый свет. Там 3000 кельвинов. Вот. Но мы еще хитрее поступили. Мы сюда привели еще кабель. Вот. И можно здесь установить электронный замок и сделать сценарий, при котором автоматизировать закрытие этой двери. То же самое можно сделать с дверью на первом этаже. Полностью отсечь вот этот технический блок и сделать так, чтобы, например, когда хозяев нет, вся хозяйская часть была перекрыта. В том числе даже, кстати, для обслуживающего персонала, который работает в доме. А дальше попросились, например, они там типа откройте, надо что-то посмотреть. Все, разблокировали, они зашли. О, как здорово. Итак, теперь мы оказались уже в хозяйской части. Видно сразу и по отделке, как она выглядит. Здесь всего-навсего три помещения. Первое огромное помещение. Мы предполагали, что это подготовка под домашний кинозал. Вообще помещение по габаритам, по размеру, по высоте потолка, по своим свойствам, по своему нахождению, местоположению. Идеально просто подходит под домашний кинозал. Кстати, часто называют домашний кинотеатр, но это конкретно может стать кинозалом. То есть отдельное выделенное помещение со всей необходимой аппаратурой, с классным звуком и с огромным экраном. Почему не стали делать именно уже подготовку под домашний кинотеатр? Все-таки не всем это нужно. Не всегда кинотеатры пользуются спросом. Их делают, но потом не пользуются. Вдруг, например, у хозяев будущих этого дома будут другие предпочтения. Например, они захотят сделать здесь фитнес-центр свой домашний или йога-студию. Пожалуйста, все это можно также здесь реализовать. Плюс подготовка под домашний кинотеатр — это отдельный проект, прежде всего по звукоизоляции, по акустике. Он рассчитан на определенное оборудование. Класс этого оборудования может разниться от нескольких миллионов рублей до нескольких десятков и даже за сотню миллионов рублей это оборудование может стоить. Поэтому мы не знаем, насколько важно качество звука, картинки для будущего собственника. И предвидеть бюджет этот мы не можем. Но помещение полностью готово. Лотки все прокинуты в серверную. Поэтому все это можно легко реализовать. И подключение к интернету, и вывести все это на общую систему автоматизации. То есть помещение полностью для этих целей готово. Ну и как не начать рубрику «Умники и умницы»? Хочу вам рассказать про разницу между домашним кинотеатром и кинозалом. Домашний кинотеатр – это, по сути, набор оборудования, который можно разместить в уже готовом помещении, в гостиной, в спальне. Это звук, большой телевизор или проектор. Удобство в том, что ты его можешь интегрировать в любое существующее помещение и смотреть кино всей семьей. В отличие от кинозала, где это отдельное помещение, обязательно со своим проектом, со своей акустикой, обязательно полный блэкаут, чтобы никакого света не было. Это другого качества оборудования, это другие требования к проектору, к колонкам и всему остальному. То есть здесь вы уже получаете идеальное звучание и супер-классную картинку. Ну и чтобы из кинотеатра на первый этаж не бегать, рядом с ним есть еще один санузел, тоже с яркими обоями, немножко в другой цветовой гамме. Кстати, вы скажете, а как вот так вот в санузле использовать обои? Ну, технологии такие, что это моющиеся обои, они не подвержены сильному воздействию влаги, спокойно все это протер, плюс душа здесь нет, сильной влажности здесь не будет. Ну и руки помыл, пошел дальше смотреть кино. Так, и последнее здесь помещение. Мы это предполагаем под винную комнату. Места здесь достаточно, это опять же хозяйское помещение, доступ сюда как раз очень недалеко из кухни. На кухне еще будет у нас винный холодильник, а здесь уже такой стратегический запас винной продукции, скажем так. А чего бомбоубежище не делать? Так, а чего тебе вот целое бомбоубежище? Прям сюда пришел, кино смотришь и все, и спрятался. Вон там сколько… Вот оружейную комнату можно использовать, кстати, для хранения там продуктов, питания дополнительного. Это уже хозяйская основная лестница, которая полностью идет через все этажи дома, и под ней еще дополнительное пространство, которое можно тоже как-то задействовать. Так, ну что, двигаемся на первый этаж. По этой лестнице пойдем, да, чтобы не возвращаться? Да, пойдем здесь. Все, это собственно хозяйская лестница, которая спускается с первого этажа. Так, по пути у нас здесь висят на стенках бра. Это флосс, коллекция Coordinates Wall. Они могут быть установлены горизонтально, здесь решили их вертикально сделать. Вообще по всему дому выстроили единую температуру свечения, 3000 кельвинов, но есть ряд дизайнерских ламп, где немножко отличается. Например, вот эти встроенные лампы 2700. И это пространство получается выделено более теплым светом. А что касается технического света, во всей хозяйской части, то есть те встроенные светильники, например, как здесь, или светильники трековые, это все центр свет. В частности, эти точечные светильники называются Point Invisible. Они очень небольшие, всего лишь 55 миллиметров, то есть самые компактные, которые умещаются за потолком. И у них очень интересный формат, то есть несмотря на то, что они встроены заподлицо с потолком, если немножко отойти, то источник света тебя вообще абсолютно не слепит. Видно свет только, когда ты непосредственно под самим светильником стоишь. Конечно, намучились с ними изрядно, потому что подключение светильника нужно все равно какое-то пространство. Обычно, если это врезное, там большого диаметра, туда легко подлезть, соединить контакты, вставить. А здесь, представляете, все нужно делать через такое небольшое отверстие. Так, вообще, что у нас здесь? Это у нас такой технический коридор. Холл вы уже видели. Отсюда можно пройти напрямую в гостиную или через дополнительный параллельный коридор. Он формат как бы и технической зоны, а также здесь гостевая спальня и прямой проход в бассейн, чтобы через гостиную, кухню, столовую не заходить. И вот, посмотрите, интересное техническое решение, которое мы сейчас здесь использовали и, возможно, будем использовать в будущем. Это коллекторные шкафы. Так, секундочку. Вот, посмотрите, обычно, представляете, это разного рода люки. Иногда даже делают металлические, иногда встроенные, но все равно это некрасиво смотрится. Мы сделали это за отдельной дверью. Вот так вот красиво насыпали гальку. И еще здесь дополнительно нужно будет с этими проводами разобраться, плюс еще сервоприводы повесим. Но в целом, как бы вот эта техническая часть, которая часто не уделяет внимания, здесь выглядит просто как произведение инженерного искусства. Место, удобно все этим пользоваться и красиво смотрится. Вот, одна дверь со скрытой такой ручкой, которая не бросается в глаза, чтобы лишний раз не открывали. Ну и, соответственно, вторая. То же самое на втором этаже. Ну и наконец-то мы добрались до гостиной. Друзья, прошу. Да, прежде чем войдем, давайте обратим внимание, как сделан стык мрамора и инженерной доски. Здесь вообще никакой нет прокладки. Даже шва никакого нет. Это на самом деле все боятся, потому что понимают, что дерево оно так или иначе расширяется. Но так можно делать, если соблюдать правильность технологии и проверить влажность доски. Здесь напольное покрытие из дуба и из опыта подобных решений. Если все правильно сделать, то ничего никогда не произойдет. Такой бесшовный переход одного материала в другой – это, конечно, демонстрация абсолютного профессионализма строителей. Так, ну я вот, знаете, не могу даже наступить на этот светлый ковер, несмотря на то, что я обувь, естественно, протираю для того, чтобы снимать внутри. Давайте поговорим немножко про стиль. У нас получилось абсолютно правильное прямоугольное помещение. Функциональное, светлое. Здесь четыре больших окна. Спокойный интерьер в нейтральной цветовой гамме. Дополнен определенными контрастными акцентами. Например, с этой стороны такая интересного цвета синего стена. На фоне ее ярко-белый комод. А вот с этой стороны контраст в виде темного дивана и темного напольного покрытия и вот этого светлого ковра. Я, кстати, здесь был, когда еще ковра не было и картинка не складывалась. Как-то не получалось правильного ощущения от этого помещения. Потому что смотришь на визуализацию и там как-то сразу классно. А здесь приходишь, как-то что-то не хватает. Потому что картинка должна уже полностью сложиться, когда все детали на месте. Конечно, благодаря навыкам и чувству вкуса у дизайнера. А здесь автор проекта, архитектор и дизайнер Наталья Кузнецова. Наш несменный партнер по нашим девелоперским проектам. И, конечно, получилось отличное помещение, когда вот сейчас уже мы снимаем. Все очень гармонично смотрится. Класс. Диван от Мэрис Коннор. Модель Брэнсон. Бельгийский диван. Стоит прямо напротив телевизора. Сбоку камин. Все очень гармонично. С задней стороны два торшера. Бренд Тата. Коллекция Валли. Модель Пьянтана. В переводе с итальянского означает «вешалка». Смотрите, что пишут они. Это дизайн, который становится искусством. Это мода, которая становится стилем. Разумное использование латуни и волнистых пластин позволило создать уникальную в своем роде серию ламп. Они, безусловно, озаряют, но это вторично. Их главной характеристикой является эмоция, которую они излучают. Кажется, что они почти вибрируют, принося жизнь самим себе и своему окружению. Не прекрасный ли копирайтинг? Смотрите, ребята, они пока еще не подключены. А знаете почему? Потому что здесь предусмотрены умные розетки, но розетки слишком умные. Мы их еще просто не подключили. Вот этот плашечка открывается, туда подключается. А умные они тем, что у них идет отдельная линия в щиток и отдельный автомат. Соответственно, мы можем их включить в сценарий управления и задать включение, например, отдельным сценарием, когда у нас включаются бра и два торшера, например. То же самое можно Алисе сказать. Алиса, включи торшер, например. Это очень удобно, потому что обычно включение как происходит? Нажатием на эту кнопку. Представляете, вы сидите на диване, стало темно, хочется включить свет. Это надо вставать, идти, нажимать на кнопку. Но это вообще абсолютно неудобно. Я считаю, что в целом вообще все торшеры должны быть умными, подключаться через систему «Умный дом», иначе вообще в них функционала нет. Приходится вот так вот дорабатывать эти системы. Но на самом деле это не только торшеров касается, это касается еще и настольных ламп каких-нибудь. В частности, например, лампы, которые вы видели в прихожей, или лампы на тумбочках. То же самое, там под них установлены такие умные розетки. Так, из деталей еще тоже. Это роутер Rukus. Дает очень хорошее покрытие бесшовного Wi-Fi. И смотрите, мы вообще противники того, чтобы что-то лишнее цеплять на потолок. Но в дебатах со специалистами по автоматизации все-таки приняли решение, то чтобы роутер был видимым, и не прятать его за гипс-картон. Дело в том, что его сигнал очень сильно портится, если его, соответственно, за потолок класть. Поэтому в целом, как бы маленькая коробочка, ее не видно. В угол аккуратно спрятали, заранее предположили, где это будет. Если так не обращать внимания, то и не заметишь. Зато будет вот такое покрытие Wi-Fi, и можно будет в 4К на YouTube WDT смотреть. Да, я бы даже не заметил этот роутер. Ну вот видишь, а я тебе сказал, чтобы ты заметил. А теперь спать не буду. Потому что еще и роутеры выбрать могут по цене в 5-7 раз отличаться друг от друга. Уже настало без антенных роутеров, да? Конечно, да. При этом они очень хорошо работают. И самое главное, связь не теряется. То есть вот эта бесшовность, она как раз здесь очень хорошо работает. Так, ну и раз мы тут находимся, еще про решетки немножко скажу. Это здесь, соответственно, с одной стороны идет приток воздуха, с другой – вытяжка. Я не помню, что где. Но самое главное – это правильно расположить, чтобы они были симметричны. А еще мы используем решетки, которые встраиваются в потолок под шпаклевку. Соответственно, накладные смотрятся гораздо хуже, чем вот такие интегрированные. Соответственно, от приточно-вытяжной вентиляции постоянно идет воздух в помещении. А когда необходимо включить кондиционирование, то он еще и дополнительно добавляет холодный воздух благодаря кондиционеру. Так, теперь давайте немножко про освещение поговорим. Про торшеры уже сказал. Вот такие бра. Аморос Дель Кампо. Модель называется «Фито». Сито? Нет, ну практически, да. Потому что это перфорированный металл. Выглядит как сито. Можно это в вермишель откидать. Соответственно, они могут работать вместе с торшерами. Центральная композиция в виде вот этой люстры Муи. Модель «Flock of Light», которая имеет воздушную природу и превращается из художественного произведения дизайна днем в рой ярких огоньков ночью. Бронзовые провода ведут к латунным чашечкам, на которых закреплены полупрозрачные рассеиватели, привносящие в дом теплое и поэтичное сияние сумерек. А здесь получается 31 источник света. Ой, смотрите, реально я чуть тронул, и получился рой светлячков. Блин, классная вообще штука. И свет еще дополнен вот этими двумя треками. Они утоплены вовнутрь. И, соответственно, вот такие лампочки здесь по четыре штуки в каждом треке. Их можно еще дополнительно направить. Если будет недостаточно ярко, можно еще модули дополнительные туда вставить. Теперь про мебель. С двух сторон стоят два вот таких комода ручной работы. Они сделаны из дерева манго. Называется коллекция Плесе. Автор здесь вдохновлялся как раз тканями Плесе и очень похожую сделал комбинацию. Получилось три таких ряда из Плесе, разных по частоте и размерам. Очень здорово это все сочетается с столешницей из темного мрамора. И, опять же, создается симметрия. Еще один комод, который является ярким цветовым акцентом, от компании Quattro Moriani. Фирму основали четыре брата Мориани, поэтому такое название незамысловатое. Он полностью покрыт и столешница, и вот эти шкафчики, и боковинки. Это натуральная белая кожа. И здесь прямое все, а вот тут вот такой загиб. Тоже элемент дизайна. Сам комод сделан из массива бука. И он приставлен к стенке. Здесь ТВ-зона. За телевизором есть небольшая ниша для подключения всех необходимых, соответственно, кабелей. И там же проложен кабель-канал. Наш тоже стандарт, который мы исполняем везде. Поэтому, если вдруг какое-то оборудование нужно подсоединить, можно его спрятать в тумбочке и через кабель-канал легко подключить. Никаких проводов висеть не будет. Также здесь предусмотрена система домашнего кинотеатра 5.1. Есть четыре провода по потолку. Встраиваются потолочные колонки. Ну и, соответственно, одна колонка здесь центральная. Также сюда можно будет установить и сабвуфер. Мы изначально думали, что в одну из розеток и воткнуть. Но потом поняли, что как бы все-таки звук даже с низкими частотами, он должен исходить спереди от экрана, а не сзади затылка. Далее по мебели два кресла Eichholz. Также вот этот журнальный столик из шпона угольно-серого дуба. И два вот таких небольших кофейных столика. Один у кресел, один у дивана. У него есть педестал интересной формы и, соответственно, вот этот сверху диск. И он вот так вот вращается и создается впечатление, что он буквально парит. Вот такая интересная иллюзия. Очень важный элемент гостиной – это вот этот камин. Он здесь был изначально, но мы все поменяли, оставили. Единственное, что вот этот мрамор, очень жалко уж было все это демонтировать. Вот здесь вот все поменяли, потому что нам просто по цвету не подходило. Сейчас, конечно, гораздо гармоничнее все это смотрится. Ну и этот мрамор тоже отполировали, он стал более такого матового цвета. Здесь небольшой вот такой вот козырек в виде стекла. А так это открытая топка, ну и, соответственно, она достаточно широкая. Хотя место для дров относительно небольшое. В доме вообще два камина, что очень редко делается. Второй мы тоже увидим еще. И вот такая интересная дровница. Вот, я бы сказал, саквояж для дров. Очень удобная штука. Во-первых, дрова дизайнерские, да, вот такие вот. Во-вторых, очень удобно. Даже дети могут его вот так вот катать. Красиво смотрится и действительно функционально, потому что ты пошел к дровнице. Вот взял, набрал. Здесь хватит на пару затопок. Вот так принес, поставил. Очень здорово и удобно. Не надо вот эту кучу дров здесь хранить. Открывание штор сделали специально по углам, чтобы во время растопки камина они были на максимальном расстоянии. Но если вдруг будет желание сделать еще и рулонные шторы, все возможности для этого есть. То есть там выводы, да, сделаны или что? Ну, конечно, да. Ну, во-первых, здесь электрокарнизы. Вот. Видишь? Хопс. Все, поехало. Вот. И также можно просто дополнительно еще рулонки повесить. Для назад также, да? Motion touch. Кстати, большая редкость, потому что часто делают электропривод для штор, вот, а тюль потом задвигает самостоятельно. Здесь сделали два электропривода. И на штор, и на тюль. Вот. То есть можно задавать дистанционно сценарии различные, как бы, когда у тебя и тюль открыт, да, или закрыт, наоборот, или шторы закрыты. В общем, делать все просто нажатием на кнопку. Вот. Естественно, управляется все это через систему умный дом. Но еще интересный факт про шторы, да, видите, он состоит из двух тканей. Это как раз такая, я бы сказал, дизайнерская линия, которая продолжается камином, то есть на уровне камина. Это более темная часть, это более светлая, да. То есть если… Давай закроем все-таки и посмотрим. Вот эта вся линия, она, когда шторы закрыты, полностью как бы переходит от штор к камину и обратно к шторам. Ну и давайте, конечно, расскажу про окна, потому что не зря мы их здесь поменяли. Плюс мы сделали окна энергоэффективные. Они очень глубокие. То есть вот эта вся их толщина, она 108 миллиметров. Сделаны из лиственницы с двойным стеклопакетом. У стеклопакета, обратите внимание, черная пластиковая дистанционная рамка. Не алюминий какой-то, да, посмотрите, как гармонично оно все смотрится. Здесь скрытые петли, посмотрите, их не видно. То есть дверь открывается, пожалуйста, петель не видно. Это очень здорово смотрится как раз из интерьера. И еще очень важный момент, да, мы хотели сделать окна в пол, но нам очень важно было вот это вот расстояние, потому что обычно окна очень высокие, да, и они смотрятся массивно. Эти хоть и массивные действительно, но они таким не смотрятся. Вот это расстояние очень небольшое. И здесь сразу видно, что пол гостиной и покрытие террасы находятся в единой плоскости. А еще обратите внимание, что ручки на окнах такие же, как и на дверях. Это на самом деле было очень непросто сделать, но мало кто доходит до вот таких вот нюансов. В результате по всему дому 36 дверных ручек и 31 оконная. Все это бренд Венеция, Италия, сделанный из матовой бронзы. Ну и, пожалуй, последний элемент в этой гостиной – это картина. Вообще, когда мы делаем дома под тапочки, мы обязательно еще вешаем картины. Часто это абстракция, призванная подчеркнуть цветовую гамму интерьера, не отвлекая на себя внимание. Но в этот дом мы заказали не только абстрактные картины. Вот это, например, картина «Фламенко». Если вдруг картины понравились, да или вообще какие-то элементы дома, пишите мне через любые способы связи. В частности, на почту alexsobaka-vesco.ru. Поделюсь контактами. Друзья, у нас всегда возникает вопрос, когда лучше продавать дом. Ну, я считаю, что минимальный вариант комплектации продажи дома – это вот как дом, который по соседству находится тоже в Никольской Слободе. Мы по нему снимали отдельный ролик, ссылочка будет вот здесь. Вот там готов полностью фасад, ландшафт участка и есть полностью продуманный дизайн-проект. Это тот минимум, с которым можно уже выходить на рынок. Но мы все-таки стремимся продавать дом вот в таком состоянии, под тапочки, что называется. Потому что очень много есть идей, которые в проекте, и хочется их довести до конца. А продавая дом в стадии без отделки, мы просто боимся, что будущий собственник этого не реализует. И это очень обидно, потому что многие вещи мы заранее закладываем, и о таких вещах мало кто думает. И хотя мы еще год назад могли выставить этот дом на продажу с полностью готовым фасадом со всей проектной документацией, и в целом заработали бы, наверное, в процентах годовых даже больше. Но все-таки завершили его, потому что это наше портфолио, это наш опыт, и в некотором роде даже наша гордость. Ну и плюс обязательно, даже несмотря на то, что дом полностью готов, у нас есть по нему вся проектная документация, не только сама архитектурно-дизайнерская, но еще и исполнительная. То есть не то, как мы запроектировали, а то еще, как реально сделали. Плюс мы делаем все фотографии скрытых работ. У нас множество этапов, все заснято. Также мы делали еще и обзорные ролики, перед тем, как стартовали с реконструкции этого дома. Плюс промежуточный этап, поэтому никаких секретов нет. Все абсолютно открыто, как книга. Кстати, прямо сейчас давайте вам покажу проект наш. Где-то он здесь был на кухне. О, ребят, посмотрите, вот что такое дизайн-проект. Это при том, что мы дом-то не строили, мы его только реконструировали и отделывали. В общей сложности мне сказали 429 листов дизайн-проекта. То есть каждая мелочь, каждый узелочек, все продумано, просчитано. Поэтому вот это все. Плюс еще в электронном виде, естественно, плюс с исполнительными схемами перейдет собственность к будущему хозяину дома. Вот такой вот актив у нас есть. Друзья, мы таким неожиданным образом уже оказались в кухне-столовой. А попали мы сюда через одну из раздвижных дверей. Вот здесь еще вторая такая же, абсолютно симметричная. Вот они тоже с доводчиками. И посмотрите, они гармонично смотрятся и в закрытом, и в открытом виде. Когда они открыты, они формируют вот такую интересную стену. Даже не поймешь, что это двери. Ну и полностью можно изолироваться от гостиной зоны. Друзья, пока двери закрыты, хочу обратить внимание на вот эту покраску. Очень интересный синий цвет, который я себе даже там записал. Краска с глубокоматовым эффектом, с добавлением силиконовых смол и очень хорошо подходит для покрытия больших площадей. Есть такое понятие, как покраска под прожектор. Когда ты просто так смотришь, тебе кажется, что все ровно покрашено. Берут яркий прожектор и подносят, и тогда определяют качество покраски. Соответственно, у тебя не должно быть видно ни разводов, ни стыков никаких. Все должно быть ровно. Вот эта краска как раз очень хорошо подходит для таких задач. Когда какое-то очень сложное освещение в помещении, когда у тебя какой-то скользящий свет идет от окон, очень важна вот такая вот фактурная покраска. Если вдруг такой цвет понравился, то можете себе записать. Lago 10 называется. Я себе уже зафиксировал. А в открытом формате мне все-таки такие помещения нравятся больше. Потому что меня никакие запахи от готовки не смущают. Я бы, конечно, эти двери держал все время в таком открытом состоянии. Так, ну с чего начнем? Со столовой или с кухни? Давай от общего к частному. От общего? То есть от кухни, да? Сначала готовим, потом едим, правильно? Да. Отлично. Посередине установлен огромный остров, который с одной стороны является такой полубарной стойкой. Установлены вот такие интересные кресла. Мне кажется, очень здорово сочетается такой цвет с синим. Когда на визуализациях увидели, показалось сначала слишком ярко, а сейчас вживую смотрится просто бомбически. Столешница из кварцита. Так называемый водопад. Рисунок переходит из горизонтальной в вертикальную поверхность. С этой стороны и с той. Стык находится у нас по середине. Здесь у нас встроена розетка обычная и USB-розетка. Сюда же встроена индукционная варочная панель Miele. Соответственно, у нее четыре комфортки. Каждый из них объединяется в так называемый дуэт. Сенсорное управление, а также встроенная вытяжка. Вытяжка синхронизируется с работой варочной панели. Соответственно, начинаешь что-то готовить, и она может автоматически вылезти, начать обрабатывать, засасывать воздух, и потом также автоматически уйти. Пожалуйста. Но несмотря на то, что эта вытяжка островная, мы все равно предусмотрели подвод к ней непосредственно отдельного рукава самой вытяжки через вытяжную систему, сюда все это выходит. То есть это не локальная вытяжка, а именно интегрированная в общую приточную вытяжную вентиляцию. Плюс еще она является барьером. То есть если кто-то там сидит, ты здесь спокойно готовишь, и ничего не видно, что здесь происходит. Очень здорово, не нужно никакие дополнительные барьеры создавать. О, дует отлично. Вот здесь можно таймер поставить на 5-15 минут. Вот, у нее есть еще подсветочка, еще уровень освещенности. Класс. Конечно, сейчас большой челлендж через параллельный импорт все это завозить, но справились. Так или иначе, пути и возможности они имеются, но просто надо закладывать большие сроки, и немножко по бюджету дороже стал. Над столешницей 4 подвесных светильника бренд La Forma, полностью сделаны из металла. Есть вот такой вот абажур и короны в виде чаши. Металл и здесь, и здесь окрашен методом порошкового покрытия, поэтому получается такая ровная матовая поверхность. И посмотрите, какой интересный декор придумал дизайнер цветки артишоков. Ну что, у нас вторая часть. Мне кажется, что эта кухня запомнится однозначно, потому что у нее нет вот этих вот верхних шкафов. Здесь как раз вот этот простор. Благодаря вот этому барельефу из гипса. Интересный рисунок, который добавляет какую-то легкость. Как будто вуаль такая по ветру развивается. Плюс она еще подсвечена светодиодами снизу. Подсветка еще и рабочей зоны. Столешница тоже выполнена из кварцита, также как и вот этот небольшой кусок фартука. Кстати, вот к разговору о разных металлах. Посмотрите, как гармонично сочетается декоративный металл в виде, например, вот этой полоски или ручек. И технический металл, который использован в раковине и смесителе. Очень здорово. То есть если издалека посмотреть, здесь нельзя делать акцента в виде латуни или бронзы, потому что он должен сливаться вот с этой серой поверхностью. Смеситель Амайкири. У него есть возможность вытащить вот такой вот гибкий шланг. Сам шланг белый. Очень здорово тоже сочетается с барельефом. Мойка тоже Амайкири. Есть маленькая ее составляющая и чуть побольше. Ну и стоит сказать, что здесь просто рай для готовки, потому что огромное количество поверхностей рабочих, сервировочных вокруг плиты, вокруг мойки. Плюс вот тот самый треугольник. Вот здесь вот холодильник с морозилкой. Отсюда продукты заносим, там обрабатываем, там готовим. Все, и дальше уже сервируем на стол. Холодильник-морозильник сайд бай сайд. То есть это часть холодильника. О, здесь тоже декор из артишоков. Наверное, надо было положить на полочку BioFresh. Вот, собственно, для как раз хранения зелени. Там температура близкая к нулю. Вот, поэтому там он лучше сохранится. Значит, из особенностей морозильная камера. В ней есть ледогенератор. Вот, кстати, лед уже нагенерировался. Отлично. Есть режим, кстати, вечеринки, чтобы он не заканчивался. Плюс есть еще у него режим экстренной заморозки. Действует он в течение 65 часов. Потом автоматически отключается. Я, кстати, открыл, посмотрел, что здесь есть Stay Connected to your Leibher. То есть есть какое-то мобильное приложение. Но я еще не успел разобраться. Вообще не очень понятно, чем можно дистанционно управлять в морозильной камере. Друзья, если вдруг вы подобными агрегатами уже пользовались, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие полезные функции есть у дистанционного управления. Давайте дальше пройдемся по технике. Это микроволновая печь с функцией духовки. И встроенная кофемашина Miele. Обязательно нужно предусмотреть вот подобный ящик. Очень удобно. Если это даже не подогреватель тарелок, то как минимум просто ящик для того, чтобы здесь же поставить блюдце и чашки, сразу отсюда взял, поставил, как бы включил, все работает. Вот. О, кстати, капсулы, которые нужны обязательно для чистки. Какой-то минимальный набор в комплекте есть, а потом, конечно, все надо будет докупать. Вот. Встроенная кофемашина требует определенного к себе внимания. А здесь уже винный шкаф. Тоже липхер. Так, ну-ка. О, все, открывается. Подсветочка. У него две камеры и два отдельных температурных режима. Это, мне кажется, очень важно для любителей вина. Потому что, видите, такой разделитель. Соответственно, можно установить температуру вот этих полочек и нижних. Например, наверху расположить красное вино. Оно требует температуры 16-18 градусов. А внизу белое вино 10-13 градусов. Пожалуйста. Ну и последний элемент техники. Это встроенная посудомоечная машина. Тоже Miele. Вот. Из особенностей у нее есть вот такой элемент. Называется Power Disc. То есть моющее средство. Так, а есть? А, вот. Собственно, в комплекте есть вот такой вот один диск. Его хватает на 20 циклов мойки. Ну, с одной стороны, это, конечно, очень удобно. То есть ты один раз его вставил, 20 раз моешь. Не надо вот каждый раз это моющее средство добавлять. Но с другой стороны, конечно, ты завязан на бренд. Стоит сейчас по текущим ценам такой один диск 1300 рублей. Еще нужно его, конечно же, тоже еще найти. Вот. Но в целом, если как бы не хотите тратиться на такой диск, то, пожалуйста, любые другие капсулы для посудомоечной машины, таблетки вот эти все работает. Все прекрасно. Так. Ну и, конечно, множество систем хранения. Вот. Разного рода ящички для бутылочек, для соусов там. Вот такие, вот такие. Множество-множество хранений. Посмотрите, какое количество ручек. Но при этом смотрится очень даже не навязчиво. И посмотрите, есть две зоны по сути. Одна рядом с готовкой, другая рядом с мойкой. То есть сюда можно положить все, что там связано с готовкой. А сюда, например, уже столовые приборы. То есть все уже предусмотрено. Вся фурнитура. Так. Здесь вот еще, например, вот такая система хранения. Потому что каждый раз, когда ты вот такие ящики задвигаешь, у тебя там эти кастрюли все громыхают. А ты вот так раз ограничители поставил в нужных местах. Все, у тебя четко все стоит. И модульная система, то есть ты можешь эти вот палочки воткнуть куда угодно. И выстроить свой собственный, так называемый, конструктор. Так, ну и Малия Иванович не установили. Ребят, ну все, уже привезли. Сейчас скоро поспакуем, установим. Boon Crusher. Одна из самых мощных, при этом компактных моделей. Перемалывает вплоть до костей, поэтому так и называется. Это измельчитель бытовых отходов. Тоже обязательный стандарт для премиального дома. Вот туда все накидал и все перемололось. В течение одной минуты, между прочим, производительность полтора килограмма отходов. Можно туда вот все перемолиться и в канализацию. Друзья, вообще тема кухни у меня в личном топе с точки зрения контента. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Vesco Alex. И там очень много интересных поднято тем. А самое ценное – это комментарии от моих подписчиков и читателей. Я оттуда беру тоже очень много полезной информации. Так, ну и из техники на кухне вы еще видите два встроенных динамика. Здесь уже система Multiroom в полной боевой готовности. Плюс еще два вывода сделаны над столовой зоной. Там тоже можно колонки врезать при необходимости. Вообще мы в этом доме проложили чуть ли не 16 километров проводов. Поэтому даже если что-то не выведено, не сделано, здесь есть возможность реализовать любые возможности и сценарии. Все заложено. То есть это полная инженерная подготовка под автоматизацию и уже готовые элементы автоматизации, которые работают. На полу тоже мрамор, как и в прихожей. Естественно, с подогревом. И чтобы закончить уже со всеми системами хранения, я покажу вам такой интересный вариант. Это называется Space Tower. У нас была подобная система хранения в одном из предыдущих домов, где полностью вся полка выдвигалась. И оказалось, это не очень удобно. А здесь каждый конкретный ящик выдвигается. Это удобнее, чем полка, потому что в ящике ты можешь расставить гораздо больше вещей, не будут выпадать. Плюс ты их выдвинул, спокойно взял, обратно задвинул. Очень удобно. То есть мы каждый раз в каждом доме какие-то делаем усовершенствования, кладем какие-то моменты в стандарты. Плюс работаем с постоянными партнерами. Здесь производитель отечественный. Столярка вся наша российская. Уже не первый объект мы вместе с ребятами делаем. И получаем хорошее долгосрочное партнерство с гарантией результата и качества. Так, наконец-то мы можем перейти в столовую зону. Посмотрите, какой замечательный стол. На 10 посадочных мест. Пока здесь установили 4 стула с каждой из сторон. Плюс еще там можно сесть. В целом, наверное, 12 тоже можно спокойно здесь усадить. Это итальянский стол компания Acerbis. Стол сделан из черного ясеня и темного мореного ореха. У него монументальное подстолье и длинные консольные крылья. Он полностью монолитный, можно сказать. Он, естественно, из разных кусков. Но, тем не менее, в таком виде приехал. Представляете, из Италии вот везли вот такой огромный стол. Но вместе с доставкой по текущим ценам обошелся нам примерно в миллион рублей. Он абсолютно точно стоил того. Потому что посмотрите, как здорово он сюда встал. Дополнил по своему объему вот эту монументальную столешницу острова. Над ним висит очень интересная люстра. Голландская, производитель Ilfari. Tears from Moon. Слезы с Луны. Дизайн и искусство – это независимые координаты, которые приносят наибольшее удовлетворение, когда воспринимаются одновременно. Невероятная модель. Эксцентричный дизайн. Каждый светильник изготовлен вручную. 38 ламп из выдувного стекла. То есть внутри, смотрите, вот есть светодиодные лампы, которые светят прямо на стол. И сверху лампочки, которые отражаются от потолка. Просто фантастический дизайн получился, если честно. А вот эти вот вазы – ручная работа. Очень тонкие. Аж звенья. Очень здорово тоже здесь в интерьере сочетаются. Стулья тоже интересные. Мы называем это ткань барашек. Только что хотел сказать, что похожа на белых барашек. Слушай, они и по форме даже похожи. Это что-то, по-моему, индонезийское. На самом деле очень удобное. Мне нравится. Так, ну и стол прямо напротив по оси на большой телевизор. Он здесь отдельный. Встроенный прямо в нишу в стене. Все очень ровненько, все подогнано. Внизу у нас тумба Бональдо. Это модель Dorian. Изготовлен он из дерева, но окрашен в бронзовый цвет. Тоже очень благородно смотрится. Так, ну и, собственно, вот этот такой эркер здесь с выходом на террасу. С этой стороны декоративные шторы, которые статично так висят. А здесь шторы, которые задвигаются… А нет, здесь электрические. Здесь электрические. Так. И здесь электрические. У меня почему-то написано было, что они не электрические. Единственное, что здесь какой-то неправильный угол. А здесь может быть? Во, и здесь электрические. Слушайте, обманули меня. Везде электрические шторы с электроприводами. Очень круто. Дверь, выход на улицу. Они здесь штульповые. То есть можно вот эту вторую створку тоже открыть. Но я сейчас открывать не буду. А, вот, пожалуйста. Штульповое окно, поэтому оно не открывается на проветривание. Это, кстати, единственные окна, которые не открываются на проветривание. Все остальные еще и в откидное положение могут откидываться, несмотря на свою массивность. Так, ребят, вот здесь вот по центру стоит розетка. Вот, и вы спросите, для чего? Ну-ка, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вдруг догадайтесь. Вам какое-то время дам, на паузу поставьте. Вот. Отлично, все. Это розетка для установки. Чего, Тем? Догадался? Большого телевизора? Большой телевизор уже есть. Еще одного. Второго, да. Электрического какого-нибудь. Молодец, Валера, молодец, тебе 5 баллов. Правильно. Устанавливаем здесь новогоднюю елку. И места достаточно. И прям центральная часть. Вот она, ось, которая идет вдоль бассейна. И, соответственно, умная розетка. Поэтому можно сказать, Алиса, елочка, зажгись. Вот, пожалуйста, будет гореть. Так, все. Мы, по-моему, с этим помещением закончили. Двигаемся дальше. Так. А, ребят, вот про эту дверь хочу вам рассказать. Смотрите, она шарнирная. То есть не на петлях. Вот видите, там шарнирчик. Это самая пивотная дверь. Специально сделана для того, чтобы здесь был большой проем. Туда открывать неудобно. Но вот здесь вот тоже не хотелось, чтобы она была вот такая вот массивная. Получается, если бы была она на петлях, она бы еще сильнее закрывала там, да, и мешалась бы. Поэтому сделали ее шарнирным образом. Но она открывается только в одну сторону. Итак, переходим в спа-комплекс. Общая площадь 107 квадратных метров. Площадь бассейна 88 квадратных метров. Вот уже немножко темнеет. Но посмотрите, как волшебно смотрится это освещение. Ребят, давайте развернемся. Я вам включу здесь вот эту вот стену. Посмотрите, как волшебно она сейчас зажгется. Опа! Стена из мрамора с закарнизной подсветкой. Но вам все равно, может быть, покажется, что немножко темновато. Давайте чуть-чуть отойдем и волшебным образом сейчас включим потолок. Алиса, включи свет в бассейне. Так, что-то не работает, а? Мы же Алису-то еще не подсоединили. Алексей, включи свет в бассейне. О, ребят, да будет свет. Посмотрите, какое волшебное решение. Первый раз мы его испробовали именно на этом доме. Это светящийся потолок. Как думаешь, какое количество светодиодов там, Тем? Ну много, наверное. Ну скажи цифру, цифру скажи. 10 000? Больше! Валер, твоя очередь. На сколько? 25 000. Сейчас, у меня есть точная цифра. У нас 462 метра этой светодиодной ленты. Причем она идет не только вот так, еще и поперек. На 60 диодов в метре 27 720 диодов. Ребята, это практически 4 кВт электричества. Но посмотрите, какая волшебная получилась концепция. Можно здесь восход и закат своими руками делать. Наверное, она еще и греет. А для того, чтобы отводить тепло, там есть алюминиевые профили, на которых греется лента. Это, естественно, увеличивает срок службы диодов. Они не перегреваются. Но на самом деле она не так сильно греет. Но здесь, на самом деле, это прям челлендж был. Потому что наша задача была не опускать потолок и сделать много света. Мы эту задачу абсолютно точно решили. Вот то, что вы видите, это полимерное полотно. Специальное, которое моющееся. По сути, как натяжной потолок, но только специально, через который проступает свет. Оно очень хорошо подходит для влажных помещений. Влаги не боится. Но там за ним расстояние примерно 15 сантиметров. То есть можно было бы ближе, но видно были бы тогда вот эти бы светодиодные ленты. А за счет вот этого расстояния свет полностью рассеивается, как будто просто, я не знаю, там солнце светит. Абсолютно равномерное свечение. У светодиодов очень большой срок службы. Плюс даже если какие-то перегорят, там настолько их много, что этого видно не будет. Но и в целом этот потолок можно снять. Провести там обслуживание. Ну и дальше его обратно также прикрепить. Да, потолок деммируется. То есть можно будет сделать разный уровень освещенности. Это сейчас самый яркий вариант. Можно сделать такой приглушенный. Соответственно, также можно управлять всем с умного дома. Теперь давайте про бассейн поговорим. Он длиной 11 метров. Это, пожалуй, самое, наверное, светлое помещение в доме, потому что у него окон очень много. Во-вторых, они с трех сторон. Плюс есть еще окно, и дневной свет попадает из сауны. Сейчас немножко уже темнеет, и мы этого не видим. Но реально здесь днем очень здорово. Отделан пол и чаша бассейна керамогранитом. И посмотрите также, как сделан перелив бассейна. Ну, как вы поняли, уже бассейн переливной. Здесь уровень воды абсолютно ровно с уровнем пола. И сделаны вот такие декоративные решетки. То есть внутри они пластиковые, как основание, а сверху на них установлен керамогранит. И получается раз, два, три, четыре щели, через которые уходит вода. Ну и такие два металлических кантика небольших. На самом деле это очень здорово, если просто класть пластиковую решетку. И единый материал смотрится очень здорово. Ну, конечно, если прям совсем активно плавать, все равно вода сюда вытекает. Но здесь есть небольшой уклон. То есть если очень много воды вытечет, то она, конечно, сюда обратно перельется. Ну и, конечно, потом можно это все еще согнать специальными водосгонными щетками. С той стороны установлены конвекторы под каждым окном для отопления. Но у вас сразу возникает вопрос, а что, если вода зальется туда? Ничего страшного не произойдет, потому что конвекторы с дренажом, лишняя вода, которая туда, уйдет просто и выльется в канализацию. Плюс обратите внимание, как сделана отделка вот этих стен. Снизу они отделаны также керамогранитом, а дальше уже идет стена под покраску. Но за счет того, что рамка идет по периметру всей стены, смотрится очень гармонично. Даже не с первого раза поймешь, насколько классно и практично это решение. При этом визуально тоже смотрится отлично. Здесь есть небольшой аттракцион в виде водопада. Включается вот по той зеленой кнопочке. И противоток вот с этой стороны, кнопочка прямо на нем включается. Бассейн с подсветкой, но тоже очень важный момент. Подсветка делается с одной стороны, чтобы не слепить в глаза. Потому что здесь с той стороны прям будет свет и будет некомфортно здесь сидеть. Тоже очень важное решение. То есть вот он, бассейн подсвечен, но как бы в глаза у тебя свет не попадает. Здесь также есть выводы под пять акустических колонок. То есть можно сделать систему мультирум. Уже повесили телевизор, соответственно, звук можно пустить опять же через колонки. Небольшая такая лаунж-зона. Мебель тоже Skyline Design, испанская компания. Вот она подходит как для наружного применения, так и для таких спа-зон. Небольшой столик. Ну и вот эти решетки, вы видите, вентиляции. Про сушение воздуха в бассейне я уже говорил. Так, ну что, начинаем наши спа-процедуры. С сауны предлагаю начать. Так, заходим. О, ребят, тут уже нагрелось. Кто-то случайно включил печку. Дело в том, что здесь стоит пульт управления сауны. Это хамам. Ну и, соответственно, через эти пульты управления включается подсветка. И, видимо, кто-то случайно нажал, он уже 36 градусов. Все, отключаем. Значит, здесь у нас кедр, отделка, естественно, стен, потолка. Полоки сделаны из абаша. Вот прямо на ощупь даже чувствуется вот эта пористая структура этого камерунского дуба. Сауна необычная, потому что у нее есть окно. Причем окно не которое выходит в спа-зону, а именно уличное окно. Это два полноценных стеклопакета, которые как раз можно использовать в саунах при большой температуре. Но посмотрите, как мы заморочились при отделке. Снаружи, вы помните, окна темные, коричневые. Но здесь они бы смотрелись уже не так красиво. Поэтому мы взяли ряд досок кедра, отвезли их на производство окон. Они сняли тонкий шпон и, соответственно, им отделали внутренние рамы. Получился тот же самый материал. Потому что возьми другое дерево, и просто будет совершенно по-другому смотреться. А это получилась часть как бы интерьера сауны. Сауна очень светлая. Здесь и стеклянная перегородка, и плюс вот это окно. Плюс то, что не видно тебя, потому что ни одного окна нет у соседей. Ты смотришь только, по сути, на участок. И можешь спокойно здесь без плавок греться. Здесь пол отделан керамогранитом. И сделаны вот эти вот отверстия в нескольких досках. Потому что там стоит внутрипольный конвектор. Все-таки не все время мы включаем сауну на обогрев. И в зимнее время это просто обычное помещение с окном. Поэтому здесь нужно отопление. Он уже без дренажа, потому что здесь никаких сильно мокрых процедур не планируется. Но если вдруг смущаетесь, то, пожалуйста, вот есть электровывод. Можно повесить рулонную штору. Правда, мы пока еще не изучали, есть ли варианты электрических механизмов для сауны. Но я уверен, что наверняка есть. Печку установили здесь в Тила. Во-первых, у них, в отличие от Харви, классные дизайнерские пульты управления. И можно сделать два пульта для хамам и сауны в одном варианте. Они также интегрированы в систему «Умный дом». Можно дистанционно включить эту печку. И то, что очень понравилось, это вот этот защитный кожух. То есть сейчас печка уже разогрелась. Я спокойно вот так вот трогаю. Тут невозможно просто обжечься, если только специально руку на камни не положить. И очень немаловажная деталь, о которой многие забывают, это уровень пола. Потому что обычно делают просто единый уровень с полом в соседнем помещении. И получается так, что потом нужно делать вот этот деревянный настил. По керамограниту в сауне ходить посеком неудобно, некомфортно. Ну и, естественно, это вот какая-то торчащая такая еще дополнительная подсистема. Мы сюда как бы сделали определенный опуск, куда четко в единой плоскости встали вот эти деревянные доски настила. А внизу также есть небольшая разуклонка и на всякий случай дренаж как бы здесь есть. Потому что установлена система пожаротушения. Если вдруг зальет, то все это тоже уйдет в канализацию. Следующая у нас спа-процедура по плану — это хамам, турецкая сауна. Часто меня поправляют, что на самом деле не совсем хамам. Это скорее просто паровая баня. Но, тем не менее, она уже более темная для релакса. Сделана из мраморной черной мозаики. Сидения все с подогревом. Отдельно есть душ. Так, давайте дальше. Душевая. К сожалению, не повесили еще обливное ведро. Вот здесь вот оно должно быть. Высота потолка позволяет. Здесь вот обычный душ, тропический. Вот такое обливное ведро. Вот так закрылся. Себя окатил. Все, прекрасно. Душ небольшой, но вполне достаточно. Так, двигаемся дальше. Это у нас раздевалка. Обязательно имейте в виду, что нужна раздевалка в спа-комплексе. Она у нас является проходной в санузел. Он здесь отдельный. И большое зеркало. Здесь, соответственно, можно расставить мебель какую-то, халатики повесить там и так далее. Вот, закрылся спокойненько, переоделся и вышел. Ребят, посмотрите, какая интересная штука. Это уже электрический пылесос для бассейна на аккумуляторе. Сюда ничего не вставляется? Да, он просто телескопический. Вот так вот, раз. Все, и ходишь, пылесосишь бассейн. Компактный, раз, зарядил его. Прекрасная штука. Слушайте, как развивается вот эта бытовая электронная техника на аккумуляторах. Есть же робот-пылесос. Есть еще робот-пылесос, да. Ну, я к тому, что, смотри, компактная штука. Потому что обычно что такое пылесос для бассейна? Это просто некий шланг с какой-то насадкой. Этот шланг подключается к системе забора воды. Ну и просто он забирает эту воду не с поверхности, а со дна. И прогоняет ее через фильтры. Вот такой вот компактный пылесос, чтобы быстро какую-то там грязь убрать. О, классная штука. Так, друзья, последняя процедура у нас осталась. Это джакузи. Но, если честно, это не джакузи. Это произведение искусства. Потому что то, что здесь сделали мастера, которые обложили вот эту вот круглую чашу вот такой вот мелкой мозаикой. Очень кропотливая работа. Понимаете, да, здесь изменяемый радиус. То есть с каждым кругом он становится меньше. Это не то, что взял вот это вот полотно как раз и приклеил. Нет. Здесь каждую линию выкладывали отдельно. Плюс, посмотрите, вот это закругление. Вот дизайнер, конечно, челлендж задал рабочим. Я не знаю, сколько по времени это заняло. Плюс, посмотрите, вот эти ступеньки. Все очень ровно сделано. Здесь есть три места под, соответственно, гидромассаж. Вот, можно включить. Опс. Все, поехали. Вот здесь сел и регулируешь. Соответственно, есть зона спины, есть зона ног. Чуть-чуть подмешивается воздуха. Сидишь и насыщаешься еще дополнительно кислородом. Вот, посмотрите, какая вода. Прям вся напитанная воздухом. Вот здесь можно побольше воздуха. О, смотри. Класс. То есть ты сам еще регулируешь количество воздуха. Прикольно. Ну, естественно, у нее отдельный температурный режим. В отличие от бассейна. Так, друзья, ну и последний элемент. Это вот эти вот витражи. Две секции. Раз. И два. Вуаля. И вот таким образом мы объединяем зону бассейна с лаунж-зоны на улице. И вот она, безбарьерная среда. На самом деле, очень много усилий предприняли для того, чтобы реализовать такое решение и такое большое окно. Потому что здесь была несущая стена. Мы укрепляли здесь конструктив. И опять же, не зря все это делали и заморачивались. Потому что реальное объединение улицы и интерьера бассейна очень важно. Еще хочу отдельно остановиться на водоподготовке бассейна. Здесь не используется хлор. Здесь идет обеззараживание за счет ионов серебра и меди. Как это происходит? Вода протекает через блок ионизации, который состоит из серебряных пластин и медных пластин. На них подается электрический ток. В результате высвобождаются положительно заряженные ионы меди и серебра. Они вступают в электростатические соединения с положительно заряженными участками микроорганизмов. Сначала достигается бактериостатический эффект. То есть микроорганизмы не могут делиться, а потом они просто погибают. Это уже бактерицидный эффект. В этой паре серебро отвечает за уничтожение бактерий и вирусов. А медь оказывает дополнительное окислительное воздействие и уничтожает водоросли. С ними серебро уже бороться не может. А здесь медь уже работает как некий флакулянт. То есть осаждает взвешенные частицы в фильтре. То есть если у кого-то аллергия на хлорку, то это очень классный вариант. Так, друзья, ну что, покидаем бассейн. Следует сказать, что помещение бассейна – это еще и помещение с повышенной опасностью для детей. Поэтому обязательно блок с бассейном закрывается на ключ. Очень удобно то, что здесь еще находится как раз лючок белепровода. То есть все грязное, то, что из бассейна, прямо сюда вниз кидаем. Плюс еще гостевая спальня тоже сюда можно кинуть. Ну и полотенце с кухни также. Смотрите, как интересно, на магнетике раз, и фиксируется дверка. Все очень ровненько. Он еще, кстати, работает как машина времени. Давайте попробуем в прошлое отправить вот этот предмет. Ну и заодно проверим, как оно работает. Упс! Вот, смотри, что-то прилетело. Да, я же поймал тогда, точно. Представляете, как работает машина времени настоящая. Ну и последнее помещение на этом этаже – гостевая спальня. С огромным панорамным окном и видом на заднюю часть участка. Помещение очень спокойное, в темных тонах. Для гостевой спальни, мне кажется, самое то, что нужно. По центру висит люстра с пятью керамическими дисками. Отбрасывает интересную тень на потолок. Кровать бренд Flow. Очень все тактильное, уютное, приятное. Вот это классное кресло тоже здесь. Модель называется Softy. Реально очень мягкая, классная. Прям проваливаешься, как сыр в масле сидишь. Ну и дополнительный уют за счет ковра. Мы вообще в этот дом комплектовали пять ковров. Вы видели в гостиной, в мастерспальне, в гостевой спальне, в кабинете, в одной из детских. На самом деле ковры очень сильно добавляют уюта. И в комплектации коврами нам помогла компания «Довлет Хаус». Я лично знаю владельца «Довлета». Его, наверное, знают все девелоперы элитной недвижимости Подмосковья, потому что у него самый большой ассортимент. Приезжает просто чуть ли не фура ковров для примерки. Ребята выносят, выстилают, дизайнер может быстро посмотреть, что подходит, не подходит, какие цены. Вот, моментально. Самое главное, у них огромный ассортимент. То есть ты можешь заранее показать, какой стиль, и подборку под каждое помещение ковров. Если этого не хватает, приехали еще один раз, все перестилили, показали. Все это в стоке. Разные абсолютно ценовые категории, от средней до очень дорогих ковры за несколько миллионов рублей, ручной работы. И самое главное, большая часть коллекции, она такая современная, которая как раз подходит и под современную классику, и под современные дома. Мы еще между собой девелоперами называем ковры от «Довлета» ковлеты. Вот, пожалуйста, уже такое имя нарицательное. У нас партнерские отношения. С удовольствием делюсь нашими контактами. Если вдруг вам нужен хороший ковер или несколько на дом или на квартиру, внизу будут в описании контакты на «Довлетхаус» и наш промокод «ВДТ», который даст вам очень хорошую скидку. Еще один элемент мебели в этом помещении – это консоль. Я сначала удивился, потому что для меня всегда консоль – это что-то, что крепится непосредственно к стене и ножек не имеет. И для вас очередная рубрика «Умники и умницы». На самом деле, неважно, имеются ножки или нет, вот этот предмет называется консоль. А какие его отличительные характеристики? Во-первых, он на достаточной высоте, чтобы консоли было удобно пользоваться стоя. Во-вторых, он чаще всего приставлен к стене, независимо от того, есть у нее ножки или нет. Иногда бывает так, что консоли ставятся к задней стенке дивана. А в-третьих, это все-таки элемент декоративный, то есть на него можно поставить картину, вазу. Ну а если в прихожей, то можно еще и функционально его использовать, положить какие-то вещи. Вообще, слово «консоль» происходит от латинского слова «консолидары», что означает «укреплять». Поэтому изначально консолью называли «крепеж», а не «столешницу». А позже это название закрепилось за всем изделием. Конкретно эта консоль выполнена из шпона дуба от бренда дизайнерской мебели «Архипелага», основанной Дарьей Беляковой, нашей соотечественной в 2017 году. А название у него «Стокгольм 5918». Забавно, что это именно и есть координаты «Стокгольм». Еще интересный элемент — это вот эти вот решетки, которые декоративно встроены в карниз на потолке. Это забор воздуха, это подача приточного воздуха, плюс кондиционирование в жаркое время. Все по классике, расположено над изголовьем кровати. То есть дует сюда, ударяется об стену, и, соответственно, тот, кто лежит на кровати, он на него не дует. Очень здорово. Так, и здесь при этой комнате за дверью со скрытой коробкой есть проходная гардеробная, и дальше попадаем в очень светлый санузел. Сразу бросается в глаза вот эта ванна. Во-первых, она утоплена немножко в пол. Очень удобно будет ей пользоваться людям старшего поколения. Легко заходить, вылезать в ней такой большой бортик. Обязательно оставили пространство снизу для того, чтобы удобно было туда ногу поставить. Вот. Сама ванна – это велерой бог. У нее противоскользящая поверхность. Она сделана при помощи смешивания кварцевого песка с акрилом. Вот. У нее повышенная износостойкость. Прослужат долгие годы. Во всех санузлах установлены тумбы вместительные с системами хранения. Смеситель ванны. Душ. Тропический душ. Компания по фоне. Много у нас этой сантехники. Также гигиенический душ. И смеситель биде. Якоб де лафон. Тоже самое, безободковый унитаз этой же фирмы. Вот. И длинный, высокий вертикальный полотенцесушитель. Самая высокая модель. 165 сантиметров. На самом деле, это одно из удачных решений, на мой взгляд. Потому что можно повесить вот здесь четыре крючка, четыре полотенца. В таком вертикальном состоянии, когда повешенный крючок, они очень хорошо сушатся. При этом полотенцесушитель очень компактный, не занимает много места. И на себя внимание не отвлекает. Удобная раковина со встроенным также по фоне смесителем стену. И большое зеркало с подсветкой. Вот так вот красиво включается. Ребят, еще про эту люстру вам не рассказал. Это тоже бренд Эйхольц. Называется она Тибот. У нее такие стержни из матового стекла. Самое забавное, что она поставляется с подвесами разной длины. То есть у нее есть 10 сантиметров, 30 сантиметров и 50 сантиметров. Мне кажется, здесь использовали подвес 50 сантиметров. В зависимости от того, в каком помещении ты ее хочешь расположить, можешь ее на разную длину опустить. Можно использовать подвесы самостоятельно, либо вообще их соединять друг с другом. Поэтому максимально на 90 сантиметров она может вот так вот свисать. Ребят, уже время на самом деле 9 часов вечера. Мы еще только закончили с первым этажом. Я вообще не представляю, как можно презентовать дома вот такие вот потенциальным покупателям в режиме оффлайн. То есть здесь. И насколько помогает вот такой вот полноценный детальный видеообзор. Я не знаю, пусть он даже получится на два с половиной часа. Но тем не менее я смог до вас донести максимально все возможные детали. В режиме реального времени вот здесь вот в доме этого донести до потенциального покупателя просто невозможно. Поэтому как здорово, что все-таки есть такой формат YouTube-обзоров. Друзья, мы на втором этаже. Начнем с мастер-блока. Он закрывается на ключ. Вы уже поняли, да, масштабы? Посмотрите, тоже интересные лампы с перфорированным металлом. Какую тень они отбрасывают в вечернее время. Просто фантастика. Так, ну давайте прям по ходу движения. Сначала мы попадаем в мужской гардероб. Вот здесь два гардероба. Вот это именно мужская часть, он чуть-чуть поскромнее. Вот здесь сделали вывод воды для установки, например, кофемашины, чтобы не думать о доливе. Ну или можно поставить краник и воду в чайник налить также. Вот. Соответственно, здесь у нас вход в сам санузел. Очень изысканный санузел получился. Он выполнен из мрамора Бьянка Карара Джоя. Это такой классический мрамор с серыми прожилками и вкраплениями. Добывается в Апуанских Альпах на территории Карары. Считается одним из самых ценных пород мрамора. Из него, кстати, ваял даже сам Микеланджело. Так, что у нас здесь? У нас здесь есть окно, которое закрывается жалюзи. Встроенный у нас радиатор, который не видно. К нему доступ есть на всякий случай, если выдвинуть шкафчики. Сделанная из мрамора также столешница и встроенная в нее раковина. Из нее также выходит очень элегантный смеситель Гроя. Зеркало на кронштейне немножко под углом, чтобы можно было здесь умываться и на себя смотреть. Очень продуманно. Потрясающий душ. Душевая даже. Очень просторная, светлая. Полочки различные. Лейка хорошая, большая. Подсветочка такая закарнизная. Здесь встроенный в полтрап. Есть естественный уклон. Трап Виего. Смесители тоже Гроя. И обычный душ. Здесь уже два вертикальных полотенцесушителя. Можно на один халап повесить, на второй полотенце. И отдельный уголочек с биде. На всякий случай гигиенический душ и унитаз. Это, между прочим, Антонио Лупи. И биде, и унитаз. Здесь уже женская гардеробная. Она побольше. Более светлая, с окном. Две люстры здесь, соответственно, можно установить по центру остров. Система хранения с этой стороны, с этой стороны. Можно сделать это все с подсветкой. Люстры, кстати, тоже Эйхольц. Немножко прочитал про этот бренд. Основан он Тео Эйхольцем в 1992 году. То есть относительно молодой, на самом деле, бренд. Его целью было импортировать в Европу лучшие предметы азиатской мебели и аксессуаров. Но в последующем он добавил еще какие-то винтажные элементы. Сейчас это налаженная сеть партнеров, разных поставщиков со всего мира. И действительно большая номенклатура изделий. То есть можно выбрать под абсолютно разный интерьер. И светильники, и мебель, и элементы декора. В общем, классный бренд, можно хорошо обставить свой дом. Так, здесь проход уже хозяйский, но женский санузел. Давайте начнем с мрамора. Это все-таки натуральный материал, с которым очень сложно работать. Есть большие риски, но посмотрите, какие великолепные вещи можно из этого сделать. Здесь большие слэбы, они трехметровой длины. И, соответственно, сделана раскладка бабочкой. Вот здесь четыре панели, да. И вот там еще две. То есть если я приложу здесь раскладку эту, будет понятно. То есть рисунок зеркалится вот здесь, по этой линии. Зеркалится, соответственно, по этой линии. Везде такие раскладки. Очень здорово, колоссальная тоже работа. Самое главное, давайте пройдем сразу вот сюда. Посмотрите на эту фантастическую работу. Здесь душевой поддон сделан из мрамора. И при этом, посмотрите, сделался абразивный выбор материала. Все это два куска. И, соответственно, вот здесь естественный уклон, который сделан прямо в самом материале. Очень круто. Нигде такого не видел. Возможно, никто такого и не делал. А вот на эти моменты, обратите внимание, это закругление из мрамора. То есть брался единый кусок. Соответственно, делались вот такие вот элементы. Их обрабатывали, делали полукруглую поверхность такую радиусную. И вот они все прожилки здесь идут, полностью повторяют, как будто это такой монолитный материал. Вот этот еще элемент, посмотрите, это защитный экран радиатора. Тоже сделанный из этого же мрамора. Здесь ловили прожилки так, чтобы были некие единые линии, чтобы все это в одном направлении двигалось. Ну, это просто фантастическая работа, конечно. Ну, и поскольку это все-таки душевая, здесь достаточно много места. Но, тем не менее, вот эти вот части стены тоже отделаны мрамором. А установленные в пол конвекторы имеют, естественно, тоже дренаж. Здесь очень светлое помещение, семь окон. Особенно в душевой здесь раз, два, три окна. Плюс выход еще на балкон. Но не стоит бояться. Во-первых, там соседей особо не видно. А если все-таки стесняйтесь, вот на каждом из окон находится жаренка. Жалюзи все это закрыл, и никто вас не видит. Здесь тоже смеситель ГРОИ, так же, как в мужском санузле. Наверное, чтобы муж с женой не поссорились. С этой стороны тоже встроенный в стену смеситель ГРОИ. Очень минималистичный. Классный, кстати, дизайн. Зеркало большое с подсветкой. Вот. И тоже еще один элемент хочу вам показать. Это наш стандарт. Таким образом сделан вывод датчика защиты от протечек воды. То есть не кабель с вот этой пластмассовой штучкой на классном индийском мраморе, а вот такой элемент, который практически не видно. Множество различных вот таких вот полочек. Где-то декор. Где-то... Что это такое? White Jasmine. Ароматические свечи. Вот. Полотенчики. Ребята, догадайтесь, что у нас здесь. Тема, ты видел, наверное, да? Подсматривал уже? Я? Нет. Нет? Ну ладно. Никак в жизни не догадаешься, конечно. Здесь унитаз и биде. Шикарная зона для медитации с видом на окно. Инсталляция прямо в этой стенке. Акустика в потолке уже присутствует. Так что можно поставить хорошую музыку, залезть в ванну. Опять же, вид на окно, на участок. И замечательно проводить время. Ванна Виктория плюс Альберт. Я так понимаю, сюда Виктория садится, вот сюда Альберт. Прям здесь четко даже разграничено. Нет, сюда Виктория, туда Артем. Это неправильно назвали, а? Кстати, английский бренд, между прочим. Вот эта ванна уже сделана из специального материала. Quaricast называется. Это измельченный вулканический известняк, смешанный со смолой. Материал очень восприимчив к полировке. Если вдруг на нем образуются царапины, то это поправимо. Здесь в пол установлен высокий смеситель. Я такой фирмы не знаю. Омни РЭС. Ну, слушайте, красиво выглядит. Все, душик, смеситель. И подоконник тоже из мрамора, можно разные вещи тут поставить, все будет под рукой. И двойной вертикальный полотенцесушитель. Тоже стандарт для этого дома. Итого, по площади получается суммарно две гардеробные 30 квадратных метров, два санузла 30 квадратных метров. И сама спальня 35 квадратных метров. Просто шикарная комната с панорамным остеклением, с видом на участок, с выходом еще на балкон. Спальня просторная, но не огромная, поэтому она очень функциональная и уютная. Кровать интересная. Оригами называется модель. Она как будто тебя вот обнимает. Прям так и клонит в сон. Я бы с удовольствием сейчас уже прилег и поспал. Возле кровати две прикроватные тумбочки. Фабрика Alivar. Вот такие вот круглые. Скрытые у них ручки. И выдвигающиеся три ящика. Очень вместительные. Две лампы фирмы Heffield из Великобритании. Напрямую оттуда и привозили. Они достаточно массивные, поэтому задают определенное настроение этому дому. У них в основании вот такой вот рифленый конус из натурального камня. Сам камень создает нежную палитру каскадных тонов слоновой кости. В то время как его прозрачность тонко рассеивает цвет, придавая ему вид такого мраморного облака. Так, здесь по центру висит интересная люстра из муранского стекла. Вот с такими вот элементами. Вообще, такие вот висячие люстры выходят из моды. Но с таким дизайном, мне кажется, отлично смотрится. А этот комод сделан из орехового дерева. Массив. А сверху обтянут натуральной кожей. А вот эта картина, кстати, называется «The moon is over my head». Что ты здесь видишь, Тём? Я вижу русалку. Ну точно, русалка. А у нее вот над головой луна. Вот, собственно, название картины. Так, ну и эта часть комнаты теперь. Здесь вот такое вот кресло. Ну-ка, давайте все проверим. Тоже очень удобно. Столик, ой, тяжелый. Из мангового дерева. Немножко, может быть, в африканском стиле. Вот так вот сидишь, сюда кофе поставил, в окно смотришь. Класс. Ну и, как вы видите, дом по тапочке. Поэтому много разнообразного декора. Вот, конечно, здесь потом уже собственник проставит свои лично ему ценные вещи. Ну а вот мы решили, например, вот такую вазочку сделать. Она, кстати, сделана на 3D-принтере из керамики. Вот здесь видно, как слоями это все печаталось. Или вот такой вот интересный объект. Тоже ваза, кстати. Вот, пожалуйста. Все очень такое необычное. Хочется прям все потрогать. Вот здесь какая-то ваза а-ля с фруктами. Вот тут ежик какой-то. Прикольно. А вот это какая-то часть лица греческого философа. Небольшой артистичности придает этому интерьеру. А мне, если честно, нравится вот это зеркало. Вот. Класс. Вообще можно на себя в полный рост посмотреть. Вроде бы такой скучный угол, а потом раз – поставили зеркало. Класс. В потолке выведены две акустические колонки. Вот. В целом, как бы здесь, наверное, телевизор не нужен. Но если вдруг прям очень захочется, пожалуйста, все выводы сделаны. Сюда ставят с тумба, на нее телевизор. Вот. Все предусмотрено. Друзья, ну что, с мастер-блоком закончили. Признайтесь, вам понравилось или вы впечатлены? Кстати, следующее помещение не менее интересное. Друзья, я вам представляю, пожалуй, лучший кабинет из тех, которые мы делали в рамках точечного девелопмента. Площадью 65 квадратных метров. Он практически в два раза больше, чем мастер-спальня. Из особенностей – это камин, отделанный мрамором. Здесь в доме получилось два камина. Мрамор Black Storm, черный шторм из Турции. Топка Virtu. Вот здесь очень интересная люстра. Называется модель Lice от Baxter. Она, во-первых, ручной работа. Это металлические вот такие элементы, которые сделаны из латуни. Они на разных расстояниях висят. Очень интересно смотрятся с разных углов. А внутри вот сам светильник. Соответственно, разную тень он дает. Вот отсюда кажется вообще, что это какой-то скелет динозавра. Очень интересная модель. Елочная игрушка похожа на конфету. Ну да, из бумаги то, что делают. Такие колечки, только они вот здесь в формате квадратиков таких. Ну, кстати, Тема, 500 тысяч рублей, между прочим. В Индополож. Диван от итальянской компании Living Divani. Модель Green. Почему-то он не зеленый. Вот. Удивительный нейминг. Может быть, Green? Нет, Green. Вот так вот пишется. Ну, вроде не Green. Ну, вот так. Ну, между прочим, тоже миллион рублей в Индополож. Здесь вот такой вот журнальный столик от компании Minotti. Модель Calder. Очень удобная получилась такая диванная зона. Напротив два кресла. Там же еще один кофейный столик. Вот можно зажечь огонь и вести какие-то деловые переговоры. Вообще вот эта обстановка здесь появилась в самый последний момент. Ну, потому что сейчас всю брендованную мебель нужно долго ждать. Это там 4-6 месяцев. Но когда увидели дом уже в полной готовности, у нас, естественно, гостиная, кухня, столовая, мастер-спальня, они изначально по плану должны были быть обставлены. Там мы заранее все заказали, и все пришло, слава богу, вовремя. Но когда пришли здесь, и такие помещения классные, и они пустые. И вот мы решили, что же делать, и обратились к нашим партнерам. Компания Interior Market. У ребят 1500 метров квадратных, один из самых больших шоу-румов. Плюс 3000 квадратных метров складских помещений. И огромное количество, порядка 3000 наименований мебели, европейских производителей. Причем разных фабрик. Они работают более чем с тремя сотнями различных брендов и компаний по всему миру. У них достаточно большой сток. Представляете, мы за два дня в кабинет, в гостевую спальню и в одну из детских укомплектовали полностью под наш дизайн мебель. Если вдруг у вас нет времени ждать 4-6 месяцев, вам нужна срочная мебель, обращайтесь в Interior Market, ссылочка будет в описании. Так, вот такая еще небольшая интересная деталь. Сейчас я вот здесь отодвину, мы специально загородили. О, все. Вот, вывели воду и канализацию. Можно обустроить здесь такую мини-кухню или вэт-бар. Если вдруг посетителям нужно принести кофе, чай, пожалуйста, здесь можно сделать. Ну и плюс раковину поставить, не знаю, бокальчики там сполоснуть. Очень удобно для кабинета, на самом деле. Такого большого по площади вполне актуально. Ну и само рабочее место. Вот этот стол брутальный, монументальный. От компании Baxter. Называется модель буржуа. Подчеркивает статус владельца. Тумбы отделаны шпоном ореха. А сам стол, естественно, из натуральной кожи от Baxter. Состаренная. Очень приятная, тактильная. Кстати, стол очень функциональный. Множество мест для хранения в этой тумбе. С этой стороны тоже самое. Снизу есть возможность подключить в дальнейшем компьютер, плюс интернет. Кресло с силиконовыми колесиками, чтобы не портить пол. Вообще катается бесшумно. На нем такая вот линейная простежка. Бренд Castel, между прочим. Низкие подоконники. Можно расставить какие-то цветы, не знаю, декор. Вот, кстати, окна, которые работают на проветривание в таком формате вертикальном. А здесь выход на балкон. Балкон общий с мастер-спальней, но в этом я не вижу никаких проблем, потому что и мастер-спальня, и кабинет явно будут использоваться хозяевами дома. Так, двигаемся. Вот так вот по стеночке. Первая дверь. Это одна из детских комнат. Здесь проходная гардеробная. И попадаем в саму комнату. Ее как раз обставили мебелью, но она нейтральная. Подойдет под любого ребенка, независимо от пола. Кровать миноти. Мягкая, обволакивающая. Буквально создана для уюта. Для ребенка очень важно. Создает такое ощущение защищенности. Вот эти края как будто тебя тоже обнимают. А вот посмотрите, интересные тумбочки. Я сначала зашел, подумал, что они подвешенные. Потом смотрю, вроде бы крепления никакого нет. А у них очень интересная ножка, которая прям посередине идет. Она еще совпадает по цвету с напольным покрытием. И вот сейчас вечером ее вообще не видно. Как будто тумбочки просто парят в воздухе. У этой стены стоит рабочее место. Письменный стол компании Аркетипа. Модель Инкиостро. Очень интересное название. Ну и столик тоже классный. Вот эта часть отделана кожей. А это уже шпон дерева. Явно для правшей, потому что у нас с этой стороны окно. Вот классно. Ну и еще и настольная лампа есть. Так. И стульчик тоже интересненький. Вот на колесиках очень удобный. Так. Здесь различные полочки. Вот здесь место под установку телевизора. Вот там ниша. Все необходимые выводы. Вот сейчас закрыли пока холстом цвета стены. С этой стороны тоже полочки. Низкие подоконники. То есть можно вот здесь вот спокойно сидеть на подушечку, читать книжку и смотреть в это панорамное окно на свой участок. Классно. Так. При этой спальне свой санузел, который включает в себя как ванну, так и душевую. Я бы не сказал, что это прям детский-детский санузел, но он гораздо более веселый, чем то, что мы видели. Отделан санузел широкоформатным керамогранитом. Он уложен и на полу, и на стенах за счет такого пестрого рисунка. Практически даже не видно швов. Здесь установлена система, мы называем ее теплая стена. То есть вот здесь вот просто держатели для полотенец, а сзади у нас стена подогревается. То есть ты повесил, у тебя здесь тепло и, соответственно, все легко сушится. Душевая сделана без какого-либо ограждения, только стекло между ванной и душевой. Там сделан уклон и, естественно, внутрипольный трап. И ванна по нашим нормам, естественно, тоже с выемкой вот так вот для ног. Вот если вдруг купать ребенка, очень удобно. Вот так подошел, спокойно облокотился, очень стабильное положение занял и спокойно его купаешь. И вот тоже наши стандарты. Это во всех санузлах установлены датчики движения. Очень, кстати, выбрали миниатюрные, рядом со входом. Это для включения ночного режима подсветки. Чтобы ты проснулся, зашел, тебя обнаружили, раз, у тебя все включилось как бы в ночном режиме. И ты все дела сделал и вышел. Все само потом выключилось. Это, кстати, самая большая из детских комнат – 31 квадратный метр. Следующая чуть поменьше. Эту комнату уже не обставляли. Потому что, во-первых, до конца мы не понимаем, какой состав будет семьи. Не у всех три ребенка. Тем не менее, какое-то понимание того, что это все-таки детская комната, она есть. Она 23 квадратных метра, но у нее есть бонус. Это свой выход на балкон. Балкон, кстати, очень просторный. Мы его видим, когда въезжаем со стороны ворот. У него ограждение из стекла, а сверху большие массивные поручни из дерева. Так что балкон целым очень даже безопасный. Ну и здесь тоже немножко яркости добавили. Обои. Тем, найдешь, где шов? Вот шов. Вот. Ну, практически его и не видно. Вот. Ну, собственно, обои делают некую единую композицию. Такое ощущение, что просто как-то гранит, что ли. Тут рисунка идет. Ну да, кстати. Это даже и не шов, наверное. Это и не шов. Ну смотри, здесь идет вот. Ну ты понимаешь, что такие обои, вот такой массивный, не наклеишь? Вот не любят особо обои, но иногда очень даже актуально. Люстра с дисками, шарами. Шесть шаров. Вот так вот, разнонаправленных. Ну, соответственно, здесь кровать, здесь телевизор, а тут рабочее место. Все достаточно логично и понятно. Свой санузел обязательно. С таким же керамогранитом. И тоже набор ванная и душевая. Везде есть биде и унитаз, кстати, в этом доме. Так, ну что, у нас последняя спальня на втором этаже. О, кстати, прежде чем мы сейчас войдем в нее. О, пожалуйста. Это тоже у нас билипровод, но уже на втором этаже. То есть со всех комнат грязное белье сюда сбрасывают. И последняя спальня в таком оливковом цвете. Уже понятно, что здесь встает кровать. Две тумбочки, свисающие с потолка лампы. Это единственный спальник, который смотрит окном на другую, на северную сторону. Вот. Но, возможно, она как раз приглянется кому-то из детей, кто не любит солнце. Тут небольшое проходное помещение. Ну, в целом, наверное, здесь вот такой один шкаф поместится. Вот. И вход в свой санузел. Единственный санузел, где только душевая установлена. Ну, и немножко другая цветовая камня. Ну что, вы думаете, это все? Нет, у нас еще мансардный этаж. Погнали. Ну что, у нас самое большое помещение этого дома. Это мансардный этаж. Ребят, ну что, вы уже в предвкушении, да? 198 квадратных метров. Он состоит из трех частей. Вот два крыла и вот еще отдельная вот эта территория. Мы сначала думали, что, может быть, вообще забаррикадировать этот этаж. Потому что, ну, площади и так уже много. И потом поняли, что это, конечно, будет кощунством. Потому что такая площадь – это просто фантазия для творчества, для детей. Мы, конечно, все-таки считаем, что это такая хобби-мансарда. Скорее для детского досуга. Можно сделать разные там игровые зоны, да? Здесь, не знаю, пускать машинки там, да? Уложен, кстати, натуральный шерстяной ковер. Дети могут там, не знаю, ползать. На машинке скатываться там. Кто дальше доедет до того края, да? Так, ну или вот, например, пространство. Как раз здесь можно устраивать какие-нибудь театрализированные представления. Вот она сцена. Вот здесь вот выставляются ряды со зрителями. И вот там вот такая комната для дварфов. Собственно, актеры оттуда сразу и выходят на сцену. И очевидно, что поскольку мы на мансарде, здесь обычных окон нет. Есть только мансардные. Четыре окна в этой части и два еще вот в той. Вот, они открываются на проветривание. Но надо быть аккуратными, чтобы успеть их закрыть, когда начнется дождь. Ну и, конечно же, мансардный этаж больше всего нагревается. Поэтому здесь везде установлено кондиционирование. Поэтому летом здесь будет свой классный микроклимат. Железную дорогу сделать, да? Построить и Лего Лэнд или что-нибудь такое, кубики вот эти. Да-да, вот эту Россию в миниатюре, да. Пространства здесь хватает для любых фантазий, однозначно. Но здесь есть еще и, естественно, свой санузел, чтобы дети, уж если сюда забурились на целый день, чтобы они отсюда и не выходили. Вот, пожалуйста. Очень светлый, классный санузел получился с подсветочкой такой линейный. Друзья, ну что ж, наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что выдержали такой хронометраж. Это, пожалуй, самый длинный ролик у меня на канале. Ну, действительно было о чем рассказать, согласитесь же. Сейчас рынок такой, что подобных объектов буквально по пальцам можно пересчитать, а таких продуманных вообще просто единицы. И мы действительно вложили сюда душу, все свои компетенции, все свои знания. И этот дом выставлен на продажу. Собственно, с этой целью мы его и строили. Но это не классический дом на продажу, лишь бы, знаете, продать, денег заработать и так далее. Для нас это одиннадцатый проект нашего точечного девелопмента от компании Vesco Group. С нашими стандартами мы их постоянно развиваем. С каждым новым проектом у нас что-то улучшается. И это сейчас наш флагман, лучший объект из тех, что мы пока что завершили. Как есть. Подтверждаю, много видел как бы. Ну, Тёма, да, Тёма все объекты наши снимал, поэтому все знает, каждый из них видел. Традиционно этот объект продается. Если он вас вдруг заинтересовал, напишите мне, пожалуйста, на адрес alexsobakovesco.ru или на WhatsApp, плюс семь девятьсот пятнадцать четыреста сорок ноль три четырнадцать. Я вышлю вам презентацию подробнейшую со всеми фотографиями, планировками, описанием. И если вы захотите его посмотреть вживую, то, естественно, организуем просмотр в удобное для вас время. Я приглашаю не только потенциальных покупателей, но еще наших коллег, брокеров, экспертов, помощников. Целевая аудитория, она, конечно же, на такие объекты достаточно узкая. Мы к потенциально целевой аудитории относим людей из сегмента ультра-хайнет. То есть это те люди, у которых их состояние составляет более тридцати миллионов долларов. На них, естественно, могут выйти исключительно профессионалы рынка элитной недвижимости, которые работают в этом сегменте. Поэтому если у вас есть кому предложить из ваших клиентов этот объект, тоже напишите, получите презентацию небрендированную и спокойно можете этот объект предложить и получить хорошую комиссию. С вами был Алексей Аверьянов. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока. А потом спите еще. Отдыхайте. 11 часов вечера, а ребятам еще работать здесь, под съем сделать. Он хотел сказать до утра. Мы рекорд установили. С 9 часов до 11 вечера. Ребят, вообще 14 часов. Обалдеть. Все, закругляемся. Кто закругляется, а кто... ... ... ...